Урал Урал хранит в себе целую тьму загадок, тайн и аномальных зон. О последних предлагаю поговорить подробнее о том, как секретные разработки советских ученых стали причиной появления Кастлинской аномалии. Что за шаманы с антеннами изображены на каменных палатках? И почему озеро Шайтанка считается нечистым? Большой Иремель Начнем с того, что у Иремеля есть своя загадочная история. Взять хотя бы название. Оно известно с незапамятных времен, когда населявшие эти земли тюрки, пращуры современных башкир, называли гору местом, которое дает человеку силу. То есть Иремель на их языке. Кстати, название близлежащей деревни Тюлюк переводится как «желание». Наличие этих двух топонимов уже наводит на определенные мысли. Например, ходит легенда, будто если забраться на гору и загадать желание, то оно все непременно сбудется. Поговаривают, что в старину жрецы языческих культов совершали человеческие жертвоприношения на вершине Иремеля. Возможно, поэтому место пользуется мрачноватой славой. С ним связаны самые разные слухи, от частых наблюдений НЛО до загадочного народа чуть белоглазая, представители которого якобы обитают в тех краях. Озеро Иткуль В переводе с башкирского Иткуль означает «мясное озеро», так как «ид» – мясо, а «куль» – озеро. Ученые полагают, что такое название озеру дали из-за обилия в нем различной рыбы, хотя есть версия, будто по приказу Демидовых туда скинули несколько обозов свинины, дабы прогнать мусульман, которые жили неподалеку от водоема и протестовали против промышленных работ. Но не этим фактом печально знаменито озеро Иткуль, а тем, что посреди его водной глади угрожающей возвышается так называемый шайтан-камень. Существует версия, будто во времена седой древности на этом камне приносились человеческие жертвоприношения ради урожая и хорошей погоды. Примечательно, что спустя века жизни людей продолжают обрываться близ этого камня. Очень много пловцов утонуло, а те, кто остались в живых, описывают неприятные чувства. Будто сквозь них проходит какой-то энергетический шнур. Каменные палатки в Кослинском районе Любой ребенок из деревни Аллаки Кослинского района с интонацией опытного экскурсовода расскажет, что именно здесь когда-то находилось селение Финно-Угров. Это они около 7 тысяч лет назад нарисовали на палатках красной охрой странных человечков с антеннами на голове. Но ладно бы человечки, ведь скорее всего антенны представляли собой элементы традиционного головного убора шамана. Но неподалеку от каменных палаток археологи обнаружили птицевидный идол, копье и кувшин с пятнами крови. Это наталкивает на мысли о жестких ритуалах, которые древние финно-угры проводили рядом со своими каменными шатрами. У жителей окрестных поселков эти места пользуются дурной славой. Однако юные смельчаки зачастую не против поработать экскурсоводами. Аракульские Шиханы Место примечательно хотя бы тем, что там находятся загадочные дольмены, своеобразные коробки из тяжелых валунов. Члены движения Космопоиск Урал так пишут об этих объектах. Уральские дольмены отличаются от известных кавказских способом возведения, размерами. К тому же о предназначении дольменов, а также их точном возрасте, ученые спорят до сих пор. На сегодняшний день нет конкретного ответа о том, кто строил эти ящики и зачем. А помимо дольменов, Оскомину набили легенды о некой бабке Шиханке, которая обитает в Аракульских Шиханах. Молва гласит, что злой дух, принимающий образ немощной старушки, бродит по горам и навлекает беду на туристов. Встреча с ней не предвещает ничего хорошего. Поговаривают, что те, кто видел бабку Шиханку, только то и успевают, что рассказать о своей встрече, а после всенепременно умирают. Разумеется, при самых загадочных обстоятельствах. Горный хребет Нургуш По сообщениям туристов и охотников, а также сотрудников МЧС, в небе над горой периодически можно наблюдать НЛО, А в окрестных лесах повстречать снежного человека, о встречах с которым на страницах своей книги рассказывал Саткинский краевед Черенцов ВП. Именно в окрестностях Нургуша, криптозоологу из Челябинска Авдееву Николаю, посчастливилось сделать снимок снежного человека. Но, как и все материалы на данную тему, снимок получился размытым и слабо информативным. Игнатьевская пещера Знаменитая пещера находится близ села Серпиевка, что в Катав Ивановском районе. Имея коридорный характер и почти полукилометровую протяженность, она состоит из четырех отделов, входной грот, основной коридор, большой и дальний зал. Называли ее в часть старого колейника Игнатия, жившего и умершего в пещере. По легенде, дух старца Игнатия по ночам выходит из пещеры и смотрит на луну. Среди туристов бытует мнение, будто ночью в пещере можно услышать чьи-то шаги и неразборчивые голоса. А кроме того, рядом с любым из отделов такого каменного коридора у людей то и дело разряжаются батарейки, сгорают лампы фонариков, отказываются работать вспышки фотоаппаратов, а вошедшие чувствуют чье-то незримое присутствие. Многие говорят, что в одном из залов очень трудно получить качественные фотоснимки, на них проявляется белая прозрачная вуаль. Каслинская аномалия Все началось с того, что на снимках, сделанных со спутника, члены уральского филиала движения «Космопоиск» обнаружили странные круги. Сразу возникло несколько версий об их происхождении. Одна из них заключалась в том, что круги подобны аркаимским и представляют собой останки древнего городища. Вторую версию можно условно назвать уфологической. Но вы понимаете, необъяснимые круги на полях, загадочные рисунки, как будто бы сделанные рукой из полина. Третью версию назвали военной. Именно она, как впоследствии выяснилось, была наиболее приближена к истине. Оказалось, что некогда это место являлось радиополигоном для испытаний и наладки секретных изделий завода «Радий». Комбинат специализировался на выпуске оборонной радиотехники. Из открытых источников даже стали известны названия ранее закрытых образцов, которые проходили испытания на полигоне с концентрической системой движения. Эксперименты с секретным оборудованием, как предполагается, и оставили странные начертания на грунте. Озеро Шайтанка Озеро со словещим названием Шайтанка находится неподалеку от Аши. Примечательно, оно как это водится своими зубодробительными легендами. Так, по одной из них водоем считается бездонным. Официально говорят о глубине в 200 метров. По другой, в его глубинах обитает некое чудище. А третье приписывает озеру частые появления НЛО. На самом деле, сложно говорить о том, является ли место аномальным, или же это просто мифы. Например, иногда подземные воды начинают резко подниматься и выплескиваться как бы через край Шайтанки, затопляя округу торфяной массой, издающей невыносимое зловоние. При этом вода в озере как будто закипает. Все эти явления связывали раньше с происками нечистой силы. Потому и дали озеру соответствующее название. А теперь местные жители, уже немало подкованные в вопросах эзотерики и экстрасенсорики, говорят, мол, там плохая энергетика. Национальный парк Таганай Об этом парке ходят самые разные легенды и мифы. Кто-то говорит о том, что в некоторых местах пропадает привычное течение времени. Иные уверяют, что лично встречались с Киолимской бабкой. Например, однажды зимой на дальнем Таганае, около нижнего колодца, ее увидел даже директор метеостанции. Завидев директора, бабка стремглав умчалась вглубь тайги. Она была босой, легко одетой, хотя лютовал сильный мороз. А кроме этой таинственной пенсионерки, на Таганае регулярно видят НЛО, снежных людей и прочие экстраординарные явления. Однако, доподлинно зафиксировать чудеса, пока никому не удавалось. Аркаим Если послушать доморощенных медиумов, то древнее городище бронзового века – это одна сплошная аномальная зона. Целые армии экстрасенсов ежегодно осаждают Аркаим в поисках силы. И чего там только не видят. Таинственные огни, по словам пресловутых магов и целителей, уже никого не удивляют, являясь как бы частью ландшафта. А деле же, большинство этих чудесных явлений является плодом воображения тех людей, которые приезжают на Аркаим, заряжаться энергией. С другой стороны, некоторые случаи странных электромагнитных колебаний были зафиксированы специальными приборами. Возможно, именно этот факт как-то связан с многочисленными рассказами контактеров и очевидцев непознанного. В начале августа 2020 года в ряде СМИ прошла информация о 16-летней школьнице из Владивостока, которая решила продать душу дьяволу. Услуги посредника ей предложил 18-летний паренек, который пообещал оформить все в лучшем виде, не хуже нотариуса. В наше время мы уже отвыкли удивляться и требующим официального признания церквям сатанистов и всевозможным потомственным колдунам и человеческой глупости. Но данный случай оказался просто уникальным. Девица не только не получила за попытку продажи своей бессмертной души ни копейки, а напротив заплатила за право ее продать 93 тысячи рублей. Пообещав, что дьявол исполнит три желания девушки, мошенник потребовал 6 тысяч рублей за предоставленную информацию, 5 тысяч за колдовские изделия, а свои личные услуги заклинателя скромно оценил в одну тысячу рублей. Также он убедил ее, что дьяволу поклонникам нельзя носить золото, такие скромные они ребята, ничего не поделаешь. Поэтому все имевшиеся украшения она отнесла в ломбард, а полученные деньги перевела на банковскую карту консультанта. Ну а отдать любому шарлатану телефон и ноутбук – это уже лоховская классика. Прочитав об этом, я задумался, кому и когда вообще в голову пришла мысль об особой ценности человеческой души для дьявола, и тем более любой души неподвижника уровня святого Антония и невыдающегося мыслителя вроде Фауста. Этих слаблазнить сатана, возможно, пожелал бы из спортивного интереса. Но обычный человек со всеми его достоинствами и недостатками, обуреваемый мелкими и крупными страстями, не слишком достойными желаниями, с кучей скелетов в шкафу, имеет все шансы оказаться в преисподней и без стараний нечистого. И будем честны, в случае страшного суда главные надежды многих из нас будут связаны с бесконечным милосердием Господним. Безусловное право на вечное блаженство из ныне живущих заслуживают единицы. В библейских текстах о возможности продажи души не сообщается. Сатана там выступает в роли обманщика и провокатора, как в случае с Евой. С согласия Бога он проводит жестокое испытание благочестивого Иова, который в результате превратился в многострадального, искушает Христа в пустыне, но на души не претендует. Рассказы об интересе дьявола к покупке людских душ появились уже в средневековой Европе и, как ни странно, не встретили возражений со стороны официальной церкви. Впервые этот сюжет прозвучал в апокрифическом описании жизни святого Феофила Аданского. Его еще называют Киликийским, кающимся и экономом. Он умер около 538 года. День его памяти католики отмечают 4 февраля, православный 23 июня. Согласно легенде, архидиакону Феофилу было предложено стать новым епископом Аданы, но из скромности он отказался. Другой кандидат, ставший епископом, то ли ревнуя к Феофилу и видя в нем возможного конкурента, то ли по какой-то другой причине начал его притеснять и лишил должности эконома. Раскаявший в своем решении, Феофил нашел мага и чернокнижника, у которого хватило квалификации вызвать дьявола. Сатану долго уговаривать не пришлось. В обмен на отречение от Христа и Богородицы, Феофил получил желанное теперь назначение. Поначалу Феофила все устраивало, но ближе к старости он стал испытывать страх перед адскими муками. Взывая к милосердию Девы Марии, он постился сорок дней, и Богоматерь снизошла до него, пообещав ходатайствовать перед сыном. Через три дня она снова явилась к Феофилу, известив его о прощении. Но дьявол не отступил. Еще через три дня проснувшийся Феофил обнаружил на своей груди подписанный им собственной кровью договор. В страхе он упал на колени перед своим врагом, законным епископом, и во всем признался ему. Тот бросил свиток в огонь. В воскресенье Феофил в городском соборе поведал всему народу о своем прегрешении, причастился и остаток жизни провел в покаянии. В седьмом веке некий Евтихиан, который утверждал, что был свидетелем этих событий, написал повесть о покаянии Феофила, эконома церковного в ограде Адане. В восьмом веке она была переведена на латинский язык, в семнадцатом – на русский. В русском переводе повести Евтихиана, Феофил в своих молитвах, обращаясь к Деве Марии, называет ее взысканием погибших. Из восемнадцатого века в России стали писать иконы с образом Божией Матери взыскания погибших. Одну из них можно увидеть в Успенском Иосифо-Волоцком монастыре. Затем стали появляться легенды о людях, которые, заключив договор с дьяволом, смогли избавиться от вечного проклятия без поста и помощи Божьей Матери, попросту обманув нечистого, который, как выяснилось, хоть искусен, да не очень умен. В качестве примера можно привести святого Вольфганга Регенсбургского, жил в 924-994 годах, почитается 31 октября, покровителя скульпторов, плотников и пастухов. С его позволения, кстати, была образована чешская епархия, ранее входившая в его диоцез. Он решил привлечь сатану к строительству новой церкви, пообещав ему кота в мешке, душу первого существа, которое переступит порог этого храма. Но явившийся к нему дьявол, как выяснилось, тоже дураком не был, сообразил, что ему подсунут какую-нибудь собаку или петуха. Видимо, уже обжигался на строительстве мостов и других соборов, и тех и других, если верить легендам, он построил немало, и потому моментально возвел храм вокруг Вольфганга, предлагая ему или навечно остаться в нем, или перешагнуть порог и отправиться в преисподнюю. Но по молитве святого в церковь пришел волк, ну а кто же еще мог прийти к будущему святому, имя которого означает «шагом, подобный волку». Эту церковь, перестроенную в позднеготическом стиле, на сих пор можно увидеть в австрийском городе Санкт-Вольфганг. Возможно, сатана спустя много лет все же отомстил хитраумному Вольфгангу. В Баварии покровителем которой является этот святой, нацистами 22 марта 1933 года был открыт концлагерь Дахау, узниками которого стали около 3000 священников. В сотрудничестве с дьяволом, а также в сожительстве с Суккубом Меридианой недоброжелатели обвиняли и римского папу Селивестра II. Но как же можно было продать дьяволу свою душу? Ведь в городах средневековой Европы у него не было контор с вывесками «Скупка душ оптом и в розницу». В выигрышном положении были люди, ученые и образованные, которые могли не только найти трактат с описанием магических формул вызова дьявола, но и разобраться в тонкостях процесса. Ведь демонов было вокруг великое множество, отвечали они за разные сферы деятельности и могли даровать разные блага. У каждой группы демонов были месяцы, дни, недели и даже часы, которые они были наиболее могущественными и могли принести наибольшую пользу. Заклинание вызова должно было точно описать свойства нужного демона и содержать убедительный призыв явиться и исполнить требуемое подкрепленной властью тайных божественных имен. Ну и, разумеется, следовало позаботиться о своей безопасности, правильная черта в пресловутый магический круг. На это, кстати, уходило очень много времени. Позволю себе небольшую цитату из главы «Мефистофель и Фауст» романа «Три мира одиночества», поскольку здесь все уже скомпилировано и скомпоновано. Магический круг, состоящий из четырех концентрических окружностей, был начерчен им углем, а не мелом. Углем же были тщательно прописаны имена демонов часа, дня, времени года, а также тайные названия времени года и земли того времени года, имена солнца и луны. Не забыл он записать также характеристики демонов и имена их слуг. А во внутреннем круге были начертаны тайные имена – бога Адонай, Илой, Агла. Две восковые свечи и четыре лампады с оливковым маслом слабо освещали комнату. Заперев выход из магического круга знаком пентаграммы, он открыл заранее приготовленный конспект и по латыни призвал 24 демона, охраняющих этот день недели, семь демонов, управляющих днями недели и семь управляющих известными средневековыми астрологами планетами. Потом семь демонов металлов, алхимиков и семь демонов цветов радуги. Дальше читать не понадобилось. В разных углах комнаты вдруг стали слышны слабые постукивания, призрачные огоньки оторвались от пола и поднялись на уровень глаз. Свечи и лампады вдруг погасли, и комната погрузилась в полную темноту. Впрочем, уже через несколько секунд, и не обращая внимания на знаки пентаграммы, из круга вышел русоволосый юноша без рогов и хвоста, а также без усов и бороды. Одет он был скромно и довольно консервативно. А мистики уровня Фауста или Агриппы Нистгеймского могли вывести и собственные формулы вызова нужных им бесов. Люди малограмотные и вовсе не образованные самостоятельно вызвать демона конечно не могли, а его внимание им еще следовало заслужить. Способы были разные, в том числе самые изуверские. Начать нужно было с заявления о намерении прийти в церковь ранним воскресным утром и отречься там от Бога. Затем следовало возносить молитвы дьяволу, а еще лучше совершать черные мессы с жертвоприношениями. В молитвах нужно было ясно выражать волю к сделке с нечистым и четко формулировать условия, например молодость и красота, богатство, титул и так далее. Если верить показаниям дочери знаменитой парижской колдуни Екатерины Лавуазен, сожженной на Гревской площади в 1680 году, «Хаворитка Людовика XIV, мадам де Монтеспан, на черных мессах, которые проводил для нее растриженный аббат Гебур, говорила, «Хочу, чтобы король не лишил меня своей дружбы, чтобы принцы и принцессы при дворе воздавали мне почести, чтобы король никогда не отказывал мне». А Этьен Гебур, проткнув ножом горло купленного у бедняков младенца, произносил, «Остарот Асмадей, князь Согласия, молю вас принять в жертву этого младенца, а взамен исполнить то, о чем прошу. Молю вас, духи, чьи имена записаны на этом свитке, и содействует желаниям и намерениям особой, ради которой была отслужена месса. Согласно показаниям самого Гебура, для маркиза де Монтеспан он провел три черные мессы. Любопытно, что во время черных месс ассистентами Гебура выступали другие духовные лица, аббаты Мериот, Леминьян и Турне, а четвертый Даво поставлял человеческий жир для изготовления свечей, необходимых для этого ритуала. Обвинения Монтеспан так и не были предъявлены, документы, свидетельствующие против нее, были сожжены, но Людовик после этого совершенно охладел к ней, настало время новых фавориток. Если дело дошло уже до заключения договора с дьяволом, записывался он грешником собственной кровью, взятой из левой руки на девственно чистом пергаменте, сделанном из шкуры теленка, впервые рожденного коровой. Инквизиторы считали, что после этого на теле человека появлялся след – дьявольская метка. За нее святые отцы готовы были принять что угодно – большую родинку, бородавку, царапины странной формы, любую точку при уколе, которой не идет кровь. В архивах Российской империи можно найти сведения о так называемых богоотметных письмах, собственноручно написанных в договорах с дьяволом, в которых перечисляются блага, которые желает получить написавший их человек. В 1751 году разбиралось дело написавшего такое письмо военного фурьера Петра Крылова. Сохранилось и богоотметное письмо некоего капрала Николая Серебрякова. Он услышал, что если его написать, бесы явятся и принесут денег во образе человеческом. И с пьяну накатал. «О, всесчедрый, великий князю Сатанаилу! По данной от меня вам во услуге подписки, под пред ногами вашими, слезно прошу прислать ко мне своих верноподданных рабов». Иногда демоны не сходили до того, что и сами ставили подпись на договоре, разумеется, зашифрованную или в виде аннаграммы. Документ с подписью сразу нескольких демонов был обнаружен во Франции при расследовании дела Урбана Гранде. Этого клирикам монахини Луденского монастыря Урсулинок обвинили в том, что он околдовал их, бросив за ограду букет цветов. На суде в числе доказательств рассматривался и изучался какой-то документ, написанный на латинском языке с помощью зеркала, справа налево и с пропущенными гласными. Видимо, душа Гранде имела особую ценность, потому что следователи каким-то образом обнаружили на нем подписи демонов самого высокого ранга. Сатаны, Люцифера, Бельзевула, Левиафана, Астарота и Элими. А одного из князей Ада на подписание этого судьбоносного договора не пригласили, и он, вероятно, очень обиделся. В официальном протоколе утверждается, демон Осмодей стащил договор из кабинета Люцифера и предоставил суду. Судьям Осмодей показался вполне заслуживающим доверия свидетелем, и в 1634 году Гранде был сожжен на костре. Вот тот самый договор, предоставленный высокому суду Осмодеем. Возможно, вам будут интересны выдержки из него. Сегодня заключаем договор в союзе с Урбаном Гранде, который теперь находится с нами, и мы обещаем ему любовь женщин, цветы девственности, милость монахинь, всемирные почести, удовольствия и богатства. Увлечения будут приятны для него. Он будет приносить нам раз в год дань, отмеченную его кровью. Он будет попирать ногами реликвии церкви и молиться за нас. Благодаря действию этого договора он проживет счастливо 20 лет на земле среди людей и, наконец, придет к нам, понося Господа. Дано в аду на совете дьяволов. Сатана, Бельзевул, Люцифер, Левиафан, Астарот. Заверяю подписи и отметку главного дьявола и моих хозяев, князей преисподней, писарь Баалберит. Многие исследователи полагают, что истинной причиной осуждения Гранде стали не истерические бредни озабоченных монашек, а натянутые отношения этого клирика с кардиналом Ришелье. В сотрудничестве с нечистой силой часто подозревались люди, чем-то выделявшиеся среди окружающих. Так в 17 веке по приказу епископа Вюрцбурга Филиппа Адольфа фон Эренберга были сожжены самая красивая девушка города, сохранилось даже ее имя Бабелин Гобель, некий студент, знавший слишком много иностранных языков, да еще и прекрасный музыкант, поражавший всех своим пением и игрой на различных музыкальных инструментах. В сделке с дьяволом подозревался и живший в 17 веке капитан голландской ост-индской компании Бернард Фоке, который очень быстро приводил свой корабль от Амстердама до острова Ява и обратно. В не столь далеком 19 веке у Никола Паганини говорили, что он обменял свою бессмертную душу на умение виртуозно играть на скрипке, и даже больше, что с этой целью он убил свою любовницу, душу которой дьявол и заточил в его скрипку. Во время венских гастролей некоторые зрители за спиной Паганини увидели дьявола в красном камзоле, который водил рукой музыканта. В Лейпциге кто-то узрел на сцене о вживших мертвецов, а музыкальный критик местной газеты написал о Паганини, не сомневаясь, что если осмотреть его хорошенько, то можно будет найти в сапогах сдвоенная копыта, а под сюртуком хорошо спрятанные черные крылья. Эти слухи осложнялись реальной историей воскрешения маленького Никола, который впал в какое-то литургическое состояние и едва не был похоронен, а на церемонии прощания уселся в гробу. Сам Паганини эти слухи о связях с дьяволом никогда не опровергал и, возможно, даже подыгрывал публике, справедливо полагая, что они лишь подогревают интерес и к нему самому, и к его выступлениям, и запрашивал фантастические гонорары. В той же Вене он тогда заработал на концертах 800 раз больше, чем гастролировавший одновременно с ним Шуберт. Расплата пришла после смерти. Из-за протестов местных жителей, умершего от туберкулеза Паганини, очень долго не могли похоронить. Ему было отказано в католическом погребении и в Ницце, где он скончался. Более того, местный епископ Доминико Гальвани запретил служить за упокойную мессу по знаменитому музыканту. И в родной Генуи, и в ряде других итальянских городов. В итоге местом его последнего упокоения стала Парма. От момента смерти до нормального захоронения останков прошло 26 лет. Но если Паганини был оклеветан молвой, то другой итальянский композитор и скрипач-виртуоз, фенецианец Джузеппе Тортини оговорил себя сам. Уверял, что его сонату «Дьявольская трель» во сне сыграл ему сам сатана, подребовав взамен душу. И сожалел, что не смог в полной мере передать сыгранную демонам мелодию. В 20-м веке очень известный джазовый музыкант Роберт Джонсон также сам рассказывал о магическом перекрестке, на котором продал свою душу большому черному человеку, который научил его играть блюз и настроил гитару. Он даже написал об этом несколько песен. Возможно, Джонсон намекал на лукавого африканского бога Трикстера Легбу Элегуа, который встречался людям на перекрестках. Но в песнях он называл его именно дьяволом. Про американского генерала Джонатана Мултона 1726-1787 годы тоже рассказывали веселенькую историю о том, что он продал свою душу дьяволу, который обязался каждый месяц наполнять его сапоги золотом. Но Мултон срезал у них подошвы и поставил над дырой в подвал. Когда дом генерала сгорел, все решили, что это месть обманутого дьявола. И, разумеется, внесли свой вклад в создание новых легенд писателей разных стран. Особенно повезло в этом смысле Фаусту. Благодаря Гетте из персонажа народных германских легенд и сказок он превратился в эпического героя, продолжив свои приключения в трудах других авторов. В России персонажем своих произведений Фауста сделали, например, Пушкин, сцена из Фауста, Брюсов, Огненный ангел, и даже Луначарский, драма «Фауст и город». Другие намекали на него. Куприн в повести «Звезда Соломона» в очередной раз обыграл сюжет о Фаусте, роль которого играет некий, обладающий талантом криптографа, бедный чиновник Иван Цвет, а его личным демоном оказывается поверенный Мефодий Исаевич Тоффель. Как ни странно, этот мистический антинаучный сюжет не был забыт и в СССР. В романе Булгакова «Мастер и Маргарита», опубликованном в советском журнале «Москва» в 1966 году, героиня, заключив договор с Воландом, передает в его власть свою душу и лишается права на свет. Только Воланд теперь может решить ее судьбу. И в отличие от Тамары из поэмы М.Ю Лермонтова «Демон» прощения она не получила. История бедного угольщика Петра Мунка, продавшего душу за мешок золота, стала сюжетом сказки, рассказанной ночью, в одноименном фильме, снятом в СССР по мотивам произведений Вильгельма Гауфа в 1981 году. Правда, душу в этой сказке от греха подальше заменили на сердце, а в роли дьявола оказался голландец Михель, злой дух в помирании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С одной стороны эпоха динозавров закончилась примерно 66 миллионов лет назад. Вроде бы астероид закрыл. Врезался он в землю и кирдык ушастным ящером. Но вот криптозоологи утверждают, что где-то в глуши могли сохраниться небольшие популяции древних животных. Особенно большие надежды возлагают на мировой океан, который в самом деле исследован далеко не полностью. Но на суше найти кого-то из вымерших животных крайне маловероятно. Вернее, как утверждают ученые, невероятно вовсе. Однако они же признают, что астероид хоть и врезался в землю, после чего динозавры вымерли. Однако после этого еще довольно долгое время существовали довольно многочисленные группы динозавров, которые почему-то не вымерли. Тогда, может быть, некоторым из них удалось дожить, если не до наших дней, то хотя бы до относительно недавнего прошлого, до каменного века или даже до бронзового. Пока что столь молодых останков не обнаружено. Однако давайте будем честными, ведь от многих динозавров, скажем, юрского или мелового периодов, когда их было видимо-невидимо, мы сейчас имеем только несколько косточек, да пару зубов, иногда даже меньше. Стоит ли удивляться тому, что от тех, кто, возможно, существовал намного позднее и был крайне малочисленен, до нас не дошло вообще ничего. Конечно, это не более чем предположение, однако откуда тогда в преданиях различных народов описания существ, очень похожих именно на динозавров? Они всегда малочисленны и прячутся в глухих местах, ведь вряд ли древние люди занимались выкапыванием останков из мезозои и реконструировали их. Из того, что мы знаем о людях средних веков, они в самом деле выкапывали кости динозавров, однако их традиционно принимали за кости древних гигантов или каких-то чудищ, не имеющих конкретного описания. Иногда, правда, их называли костями драконов, но это делалось только потому, что в фольклоре уже была память о драконах и их описание. Откуда же она взялась, эта память? Сохранилось много артефактов, которые еще больше утверждают в мысли, что человек каким-то образом мог видеть динозавров. К примеру, Геродот, живший две с половиной тысячи лет назад, говорил, что в Аравии есть крылатые змеи, способные летать по небу. Он утверждал, что возле одного из аравийских городов он увидел целое кладбище этих змеев, где все было усеяно костями и какими-то шипами. По его словам, летающий змей был похож на действительно большую змею с крыльями, но не оперенными, как у летучей мыши. Это сильно смахивает на птеродактиля. Конечно, Геродот заслужил славу не только отца истории, но и отца лжи, но все же. Ему доводилось описывать и оборотней, однако, если он в чем-то не был уверен, то так и говорил, что сомневается в правдивости этого. Также он обычно упоминал, что именно он видел сам, а что ему известно с чужих слов. Ну да бог с ним и с Геродотом. Но в пещерах было найдено довольно много изображений, где изображены явные динозавры. В Амазонии так и вовсе был обнаружен рисунок динозавра в окружении людей. В горах Эль Торро были найдены рисунки, на которых динозавры с длинными шеями тянут их вверх, пытаясь дотянуться до высоко расположенных листьев. Нечто похожее можно найти в Китае с его культом дракона. Восточная Азия вообще изобилует описаниями этого животного. На старинных храмовых барельефах возрастом около 4000 лет тоже можно увидеть динозавров. Такое массовое присутствие представителей, казалось бы, уже вымершего мира упорно наводит на мысль, что динозавры и люди все же встречались. Правда, здесь есть одна интересная лазейка. Многие исследователи коллективного бессознательного, как признанные наукой, типа последователей Карла Юнга, так и полупризнанные, типа шаманов, отмечают следующее. Человек, если его ввести в измененное состояние сознания и научить его в этом состоянии грамотно ориентироваться, может встретить в этих безднах и то, что было задолго до него, и то, чего еще не было. Примерно так, по их словам, происходят гениальные прозрения, и именно этим они объясняют то, что иногда людям действительно удавалось увидеть то, чему они никак не могли быть свидетелями, но что потом подтверждалось опытом. Если учесть, что по крайней мере в первобытные времена все народы исповедовали различные вариации шаманизма и искусством занимались, как правило, все те же шаманы, то можно предположить, что они отображали на стенах пещер свои видения. К слову, некоторые психологи говорят, что наскальная живопись, по крайней мере частично, представляет собой такие примитивные дописьменные шаманские дневники, которых они записывали, зарисовывали или еще каким-то образом обозначали значимые для них видения. Субтитры создавал DimaTorzok Пришло время сделать обзор мифических исчезнувших цивилизаций. Если вы не любите рассуждения на тему неведомого, то можно не слушать дальше, но если вы любитель эзотерических тайн, уфологии и мистики, то вам должно быть интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Димурия 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 была найдена еще пара мегалитов, вес которых значительно превышал вес южного камня. Глыбы, гладкая и отшлифованная поверхность которых, недвусмысленно намекает на человеческую деятельность, представляют собой одну из величайших мировых загадок. Чтобы сдвинуть с места такие масштабные предметы, потребовалось бы несколько десятков тысяч человек. Но разместить такое количество рабочих на столь незначительной территории, а тем более сделать их действия слаженными абсолютно невозможно. И пока современные версии появления Хаджар-эль-Хубла находятся на стадии недоказанных предположений, фантастический артефакт продолжает оставаться приманкой для туристов. Атлантида. Самые первые сведения об Атлантиде пришли от греков. Платон привел к интереснейшей до сих пор неразрешенной загадке. Платон был убежден, что эта земля существовала около 9,5 тысяч лет до нашей эры, и жили на ней высокоразвитые люди-атланты ростом в 6 метров. Он сравнивал их с полубогами. Они плавили металл, обрабатывали любой твердости материал, поднимались в небо на летательных аппаратах. По мнению Платона, остров Атлантида находился в водах Атлантики. Исчез он, потому что достигнувшие полного совершенства полубоги стали вырождаться, и бог начал программу заново, задопив его. Современные ученые предполагают, что его повествование нечто иное, как миф, основанный на реалиях того времени. Действительно, когда-то существовал остров, население которого далеко ушло вперед по развитию. Но в результате землетрясения, наводнения или иной катастрофы он исчез. Исследователи во все времена искали земли исчезнувшей цивилизации. Но единого мнения о географическом положении Атлантиды нет до сих пор. Опираясь на труды Платона, Геродота, Деодора, Сицилийского и Плиния Старшего, одни предполагают, что остров находился в водах Средиземного моря. Другие доказывают, что следы его, согласно утверждениям Платона, нужно искать в Атлантическом океане. Было еще много других предположений, но тщетно, зато само слово Атлантида стало обозначать что-то нереальное, фантастическое, не относящееся к современности. То, что объяснить невозможно. Эльдорадо. Мифическая южноамериканская страна, богатая золотом и драгоценными камнями. В бесплодных поисках Эльдорадо конкистадоры 16 века, такие как Агирже и Орельяно, проложили новые пути вглубь Южной Америки. Известны аналоги в Северной Америке, в семь золотых городов и далеко к северу Сагеней. В переносном смысле Эльдорадо называют место, где можно быстро обогатиться. История легенды. Конкистадоры Агирра и Орельяно услышали сказания индейцев Чипча о золотом человеке. Это ритуал, когда вождя во время коронации обмазывали глиной и посыпали золотым песком, после чего он погружался в воды священного озера, смывая золото. Их поиски не увенчались успехом, но с тех пор легенды об Эльдорадо на протяжении веков привлекали многочисленных авантюристов и искателей приключений. С помощью гугл ученым удалось обнаружить следы древней цивилизации, которая может оказаться легендарным Эльдорадо. По словам исследователей, в верхнем бассейне Амазонки на границе Бразилии и Боливии они отыскали более 200 массивных земляных сооружений. На спутниковых фотографиях они выглядят как вырезанные в земле геометрические фигуры больших размеров. Однако это также могут быть руины мостов, рвов, улицы, площадей. На всей территории Южной и Центральной Америки продолжают находить новые территории, на которых есть пирамиды и непонятные ритуальные сооружения. Так, например, в Гватемале нашли гигантскую территорию, представляющую единый храмовый комплекс, поглощенный джунглями. Шамбала. Согласно древним сказаниям, Шамбала скрыта в Гималаях, тихой и зеленой красивой святой земле. Упоминания о затерянной мифической цивилизации, расположенной в Тибете или близлежащих азиатских регионах, встречаются в древнейших текстах. Различные учения дают определение Шамбалы по-разному. Там находятся великие учителя, продвигающие развитие человечества. Это пристанище выживших жителей Лемурии. Это место рождения Мессии. Это не место, а определенное душевное состояние, единение Бога и человека. В теософии Шамбала – местонахождение великих учителей, продвигающих эволюцию человечества. Это космическая иерархия света, которая противостоит силам тьмы и хаоса. Эн Рерих считал, что в разное время Шамбала проявляется под разными обликами в соответствии с представлениями, господствующими в данное время. И что, изучая легенды Азии о Шамбале, можно дойти до древнейших учений. Подобные мифические места есть и в других культурах. Агарти – мифическая подземная страна, упоминаемая в эзотерической и оккультной литературе, иногда трактуется как подобие Шамбалы. Шангри-Ла – вымышленная страна, описанная в 1933 году в романе писателя-фантаста Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт» и является литературной аллегорией вымышленной страны Шамбала. Гора Пэн-Лай – китайской мифологии является самым знаменитым местом обитания бессмертных. Беловодие – легендарная страна свободы в русских народных преданиях, нередко ассоциируется с древнеславянским раем. Киперборея – переводится с древнегреческого «за Бореем», «за севером». Это легендарная северная страна – место обитания блаженного народа гипербореев. Ученые античности описывают ее как самое счастливое место на Земле. Люди, живущие там, доживают до преклонных лет. Солнце радует их своими лучами. Полгода. Кругом леса и рощи. Все живут в мире и согласии. Смерть приходит только тогда, когда человек присытился жизнью. Аристотель говорил, что-то, что сейчас стало Тихим океаном, когда-то было континентом. Упоминания о гиперборейцах, населяющих страну Гиперборею в северном полушарии, встречаются в античных индийских иранских рукописях. Где находилась эта мифическая страна, неизвестно. Но большинство исследователей утверждают, что ее местоположение – Кольский полуостров. На северном побережье находятся сооружения, о назначении которых только гадают. Карельские каменные лабиринты и пирамиды. Ее изображение человека на горе Куевчор высотой 80 метров. И дорога из каменных плит между озерами Сейдозера и Лавозера. На карте 1595 года составителю Меркатора, на том месте, где сейчас находится Арктика, а именно в ее центре, изображено море с четырьмя островами, которые, видимо, были заселены. И климат там был похож на нынешний Средиземноморский. Найденные следы, одни связывают с инопланетной цивилизацией, другие из цивилизаций землян, погибшие в результате разрушительного оружия в их арсенале. А кто-то считает, что народ Гипербореи перебрался южнее из-за быстрого наступления ледников. Любая из гипотез имеет право на существование, пока не найдено точных подтверждений ни одной из них. Вот такая мифическая подборка у меня получилась. История – это загадочная территория сама по себе. Мы так много не знаем подчас о том, что произошло в нашем родном городе год назад или в стране пять лет назад. Так что сложно ожидать точности и достоверности информации о том, что было несколько тысяч лет назад. Зато все эти мифы и гипотезы пробуждают воображение, служат источником для чудесных фильмов и книг. Открывают простор фантазии. Так что надеюсь, что вы тоже немного погрузились в мир мистики и загадок. Долгое время в воображении людей мировые океали населяли разные монстры, морские змеи и разнообразные чудища. Однако после того, как человек начал активно осваивать морские просторы, стало ясно, что монстры попадаются на пути кораблей не так уж и часто. И все же несомненное очарование, которое вызывает у нас подобные легенды, не позволило им сгинуть в пучине истории. Рассказы о фантастических существах, которые якобы иногда все же нападают на корабли, яхты и даже линкоры, заняли свое законное место среди других городских легенд. А особенно сильный интерес вызывают те из них, в которых рассказывается, что морские монстры нападают даже на подводные лодки. В них утверждается, что загадочные морские существа очень не любят, когда их тревожат в их темных холодных глубинах. Давайте вспомним несколько случаев, описанных возможными очевидцами подобных событий. Одно из самых известных сообщений о предполагаемом нападении морского чудовища на подводную лодку датируется временами Первой мировой войны. В те годы немецкие субмарины «Хмуро» бродили по всей Атлантике, пытаясь создать проблемы своим врагам. Однако одна из таких лодок, имевшая номер ЮБИ-85, сама однажды поимела проблемы. Они нашли ее 30 апреля 1918 года. История гласит, что эта подводная лодка была обнаружена в надводном положении британским патрульным катером «Кориопсис». В те времена подводные лодки были довольно новым и опасным оружием. Они были невидимыми смертоносными убийцами морских судов. Так что для британцев подобная находка была очень удачной. Они сразу же обстреляли субмарину, и та начала тонуть, никак не пытаясь отомстить. Ситуация стала еще более странной, когда британское судно подошло к тонущей лодке, и ее экипаж быстро сдался без какого-либо сопротивления. Британские моряки были весьма озадачены. Где это видано, чтобы неуловимая субмарина так просто ждала, пока ее потопят. А ее экипаж задержали без каких-либо трудностей. Все это выглядело ошеломительно странным. Тогда, когда немцы были доставлены на борт, капитан подводной лодки капитан Гюнтер Креч был допрошен. Причина такого поведения стала более или менее ясна, хотя оказалась весьма причудлива. Креч сообщил британцам, что подводная лодка всплыла ночью с целью перезарядки батарей. Во время выполнения этой процедуры произошел сильный всплеск со стороны левого борта. Когда Креч и другие члены экипажа решили посмотреть, что же там происходит. Из холодной темной воды внезапно выпрыгнуло неизвестное существо. Капитан описал его как странного зверя. Монстр начал карабкаться вверх по борту корабля, и это привело к раскачиванию судна. Зверь был огромен. У него была маленькая голова с большими глазами, глубоко посаженными в рогатом черепе, большой рот с острыми зубами, которые блестели в лунном свете. Члены экипажа испугались, что подводная лодка продолжит наклоняться под весом существа до тех пор, пока открытый люк не окажется в море, и поэтому они начали стрелять по таинственному атакующему животному. Однако эта штука отказывалась отпустить субмарину. Интенсивность огня пришлось увеличить, и только через какое-то время после этого монстр отцепился от борта с субмариной, после чего исчез в глубинах моря. Дальнейшая его судьба неизвестна. Проверка состояния субмарины показала, что пластины передней части корпуса повреждены, и подводная лодка не может снова уйти под воду. Вот почему немцы беспомощно болтались на поверхности. Экипаж лодки, уставший и напуганный, не хотел сражаться, когда британское судно обнаружило их, и был почти благодарен, что его спасли враги. Несомненно, это весьма таинственная и драматическая история. Однако, что весьма интересно, британский официальный отчет об инциденте с UB-85 не содержит никакой информации о таинственном существе. Там написано так, UB-85, командир капитан Крэч, 30 апреля, потоплено катером Кориопсис. Экипаж сняли до того, как лодка затонула. Было предложено несколько теорий относительно того, почему в отчете не упоминаются никакие монстры. Одна из версий такова, британский военно-морской флот, возможно, по какой-то причине пытался скрыть реальные обстоятельства этого инцидента. Возможно также, что британцы просто не верили бреду немецкого капитана, или сообщение о морском чудовище было полностью сфабриковано уже позже. У этой истории очень мало реальных доказательств, подтверждающих ее. И действительно, вполне возможно, что это просто очередная городская легенда, то есть просто сказка, приукрашенная с годами. Правдивость истории с UB-85 кажется весьма сомнительной, однако, что весьма удивительно, это не единственная встреча морского монстра и подводной лодки, случившаяся в период Первой мировой войны. Криптозоолог Бернард Эйверманс в одной из своих книг описывал странный инцидент с участием еще одной немецкой подводной лодки. На этот раз передрягу попала Ю-28 Шмидт. Об этом в 1933 году писал бывший капитан этой субмарины. Если верить его словам, 30 июля 1915 года Ю-28 Шмидт бродила в водах Атлантики, местечко под названием Fastnet Rock. Это в 60 морских милях к югу от побережья Ирландии. И надкнулось на британский пароход Iberian, который перевозил ценный груз. В основном это были военные грузовики и джипы. Увидев такую вкусную мишень, субмарина немедленно выпустила по ней торпеду, которая сделала огромную дыру в борту судна, что привело к его быстрому затоплению. Немецкие подводники, удовлетворенных мыктули и пошли заниматься своими немецкими делами. Однако, примерно через 25 секунд после затопления парохода, под водой произошел мощный взрыв, который, как считается, был вызван каким-то взрывным устройством на борту затопленного судна или, возможно, взрывом котла. Этот огромный взрыв вызвал колоссальный выброс воды, а с ним в воздух взлетели останки затонувшего корабля, некоторые из которых даже повредили Ю-28 Шмидт. Но вот что странно, среди всей этой летающей воды и мусора было еще кое-что вырвано из темных глубин. Это была гигантская рептилия. Взрыв был настолько сильным, что морской монстр был, по сообщениям, выброшен из воды на 30 метров, а потом упал обратно в море, после чего некоторое время бился в конвульсиях на поверхности воды. Испуганная команда подлодки наблюдала эту картину до тех пор, пока монстр не затих и медленно погрузился в воду, предположительно мертвый. Очевидцы описали его как некого огромного крокодила, имеющего длину около 20 метров. Голова чудовища имела пасть, похожую на крокодилью. А еще у монстра был заостренный хвост и четыре лапы с перепонками. Что это было за странное морское существо? И что возможно еще более важно, что оно вообще делало в весьма шумном районе, где шли боевые действия? Как ему удалось оказаться в нужное время в нужном месте, прямо над затонувшим пароходом в тот момент, когда тот взорвался? И вообще, происходило ли подобное происшествие с участием неизвестного морского чудовища на самом деле? Или это опять просто сказки, и преувеличение вплетенные в морские легенды? Насчет конкретно этого случая доказательств никаких нет, кроме рассказа самого капитана, а также некоторых дополнительных отчетов, представленных в последующие годы другими присутствовавшими на месте событий членами экипажа, которые к настоящему времени уже все мертвы. А без живых свидетелей и без дополнительной информации мы наверняка никогда не узнаем правды. Какой же вывод можно сделать из всего вышеизложенного? Море несомненно является источником многочисленных мифов, легенд и тайн. Оно рождает непостижимые, порой даже весьма странные загадки. Возможно, однажды нам удастся разгадать некоторые из них, и мы наконец сможем найти какой-то устраивающий всех ответ. Но до тех пор нам остается только смотреть на огромные голубые просторы мирового океана и удивляться. Уже в два года поведение Джеймса Ленингера казалось его родителям странным и пугающим. Они потратили несколько лет, чтобы отыскать причину этих странностей, но найдя, не сразу смогли в нее поверить. Мальчик – реинкарнация летчика, погибшего в конце Второй мировой войны. Самолет, самолет горит. Все те же крики из детской почти каждую ночь будили теперь Андреа и Прюса Ленингеров. Родители горько раскаивались в том, что побывали со своим двухлетним малышом в музее Второй мировой войны. Хотя и не могли понять, отчего этот поход так сильно на него повлиял. Да, огромный зал, полный боевых самолетов, но ведь никаких сцен насилия, никаких кадров, катастроф. Однако с тех самых пор ребенок проявлял живейший интерес к самолетам, а ночами все чаще бился в кошмарах, как будто отчаянно селился выбраться из какой-то невидимой оболочки, стиснувший его со всех сторон. И истошно кричал «Самолет горит, самолет упал, человечек не может выйти». Семейный врач Ленингеров был озадачен. Вообще-то кошмары и ночные страхи нормальны для детей, но обычно этот этап приходится на возраст около четырех лет. А кошмары Джеймса начались намного раньше, да еще и повторялись с пугающей точностью. Доктор посоветовал родителям не паниковать и в случае приступа брать ребенка на руки, тихо и ласково говорить с ним, пытаться успокоить. А еще просить мальчика подробно описывать или даже рисовать образы из тревожных снов. Хотя ночью Джеймсу все чаще снились кошмары, днем он производил впечатление вполне здорового, жизнерадостного и уравновешенного ребенка. Впрочем, только до поры до времени. Вскоре странности начали проявляться и днем. Однажды Андрея показала сыну модель самолета в витрине магазина игрушек и сказала, что под кабиной пилота прикреплена бомба. «Это не бомба, это запасной топливный бак», – уверенно ответил Джеймс. Вскоре, отправляясь с родителями в путешествие, мальчик поразил Брюса и Андрея тем, как уверенно и профессионально оглядывал стоявшие на летном поле самолеты. «Да он просто вундеркинд», – воскликнул с отцовской гордостью Брюс. Но Андрея все больше тревожила за сына. А потом в одну из ночей у Джеймса случился особенно тяжелый приступ – паники. Мальчик с трудом успокоился в объятиях родителей и мать по совету врача спросила, «А кто этот человечек, который не может выйти?» «Я». «А что случилось с твоим самолетом?» «Он загорелся и упал». «Почему он упал? Меня сбили». «Вот как?» – спросил Брюс. «И кто же тебя сбил?» Мальчик посмотрел на него с явным недоумением и произнес, как нечто самой собой разумеющееся. «Японцы, конечно». После чего во всех подробностях описал японские боевые самолеты Второй мировой. Бабушка Джеймса по материнской линии первая осмелилась высказать догадку, может быть, семья Лейнингеров столкнулась с удивительным случаем реинкарнации, переселения душ? Родители наотрез отказались в это верить, а Брюс всерьез рассердился. Добропорядочный христианин и рационалист по складу характера, директор кадровой службы в нефтяной компании, он не желал слышать про эти глупые суеверия. «Сказки о прежних жизнях оскорбляют разум», – заявил он и задался целью найти логическое объяснение тому, что творится с его сыном. Для этого он начал подробнее расспрашивать мальчика. «Ты помнишь тип самолета, на котором летал человечек?» «Корсар», – без колебаний ответил мальчик. «А откуда он вылетел? С корабля на Тома». Брюс засел за справочники, принялся обшаривать интернет. Вскоре выяснил, американский авианосец USS Natoma Bay транспортировал самолеты «Корсар» во время войны. Заинтригованный совпадением этих деталей, Брюс продолжал вести беседы с сыном, идентично проверяя каждый ответ. Под видом историка, пишущего книгу, Брюс Лейнингер даже пришел на встречу ветеранов USS Natoma Bay и выяснил, что абсолютно все подробности, услышанные им от сына, верны от названия технических элементов полетов и прозвищ боевых самолетов до места последней битвы в 1945 году, которое мальчик узнал по фотографии. Теперь уже и Андреа была убеждена, что душа погибшего военного летчика выбрала их сына, чтобы снова явиться в мир. Душа оказывается слишком пропитана травмой и не может избавиться от нее, даже уходя в мир иной. Но Брюс все еще продолжал борьбу с суевериями. Он твердо решил поймать сына на ошибке и доказать все истории про военного летчика лишь плод детского воображения и совпадений. Удивительных, почти невероятных, но все-таки совпадений. А ты не знаешь, были ли у человечка из самолета друзья? Да, его друга звали Джек Ларсон. Отец был убежден, что уж теперь-то наконец недоразумение разрешится. Выяснится, что никакого Джека Ларсона не существовало и можно будет вздохнуть спокойно. Но не тут-то было. Джек Ларсон не только существовал и был летчиком в годы Второй мировой. Он был жив и по сию пору. Не жалея времени и денег, Брюс отыскал ветерана и отправился к нему со списком подробностей службы в американских ВВС, записанных со слов Джеймса. Ларсон подтвердил все до последней детали. У Брюса опустились руки. Он был готов поверить во все, что угодно и часами сидел, разглядывая рисунки сына. На одном мальчик неумело изобразил горящий самолет. Этому уже, конечно, не стоило удивляться. Удивляла корявая подпись «Папе от Джеймса третьего». Почему третьего, если первого и второго в семье Ленингеров не было? В этот момент инициативу взяла в свои руки Андреа. Она обратилась к психотерапевту Кэрол Бауман, автору бестселлера «О проявлениях переселения душ в поведении детей». Бауман расследовала десятки подобных случаев, работая с детьми, страдавшими от тяжелых воспоминаний о прошлых жизнях. Она сообщила Брюсу и Андреа, что их сын не уникален, и что столь яркие проявления реинкарнации наблюдаются, как правило, после насильственных смертей. «Душа оказывается слишком пропитана травмой и не может избавиться от нее, даже уходя в мир иной», — объяснила она свое видение происходящего. И объяснение уже не казалось Брюсу и Андреа странным. Психотерапевт посоветовала родителям, успокаивая ребенка, с любовью разговаривать с самим летчиком, который все еще живет в нем, и просить его рассказывать сны, так как будто речь идет о воспоминаниях, а не о кошмарах. Ночные приступы действительно стали менее тяжелыми. Мальчик все реже просыпался с криками и в слезах. А Брюс все продолжал изучать историю USS Натома Бэй и списки погибших пилотов. И настал день, когда последний фрагмент невероятной головоломки занял свое место. В списке летчиков, сбитых 3 марта 1945 года, глаза Брюсу бросилась строка «Джеймс Хьюстон младший» и рядом в скобках «Джеймс второй». Если все это было правдой, то кем еще считать себя маленькому Джеймсу Ленингеру, как не Джеймсом третьим? В 2004 году, когда Джеймсу Ленингеру исполнилось 6 лет, его история появилась на первых страницах крупнейших газет, а фильм о нем собрал огромную аудиторию в прайм-тайм на канале ABC. Одним из самых поразительных эпизодов фильма был визит семьи Ленингеров к сестре погибшего Джеймса Хьюстона младшего Энн Бэрон. С трудом подбирая слова, пожилая женщина со слезами на глазах подтвердила. Мальчик рассказал ей немало такого, о чем знала только она и ее брат, погибший много лет назад. «Как можно после этого не верить в переселение душ и иные миры», — повторяла Энн Бэрон. Члены ассоциации Skepticals, которая активно борется с мистикой и оккультизмом, взялись было опровергнуть историю Джеймса Ленингера. Они заявляли, что Брюс и Андреа, сознательно или нет, но создали семейный роман, чтобы избавиться от чувства вины по поводу кошмаров, связанных с посещением военного музея, и заодно привлечь к себе внимание. События, место, предмет могут заставить всплыть образы или ощущения из прошлого. Но стоит сказать, что их рациональные аргументы звучали на сей раз не слишком убедительно. Кэрол Бауман со своей стороны пояснила, что с воспоминаниями о прошлых жизнях дело обстоит так же, как и с обычными воспоминаниями. События, место, предмет могут заставить всплыть образы или ощущения из прошлого. Это и произошло в музее. У буддистов контакт со знакомыми предметами даже входят в церемонию, цель которой узнать перерожденных лам. Что касается семейного романа, построенного на совпадениях, то объяснение было бы правдоподобным, если бы речь шла о двух-трех словах, случайно сказанных ребенком. Но в случае с Джеймсом речь идет более чем о сотне свидетельств, истинность которых была подтверждена тщательной проверкой. Сегодня Джеймс ведет жизнь обычного молодого человека, хотя, пожалуй, тяготится немного известностью, которая обрушилась на него после успеха родительской книги «Спаситель души» и вирусного показа в сети фрагментов документального фильма о нем. Но его давно уже не мучают кошмары. Воспоминания о прошлой жизни перестали являться ему с того самого дня, как он вместе с родителями поехал проститься с погибшим летчиком, с тех пор, как он прочел молитву и опустил букет цветов в воды океана у берегов Японии, там, где 70 лет назад, 3 марта 1945 года, рухнул объятый пламенем самолет Джеймса Хьюстона-младшего. Есть в мире такие места, происхождение которых наука не может объяснить, зато они обрастают всякими легендами и гипотезами, благодаря чему становятся популярными и магнит от отчаянных туристов. Калачи, Казахстан. Эта небольшая деревенька вдруг одночасье начала засыпать. Люди, независимо от возраста и пола, стали страдать излишней сонливостью, забывчивостью, потерей памяти, галлюцинациями. Люди впадают в сон и спят по 5 дней. Началось это в 2013 году. Никто не может объяснить, с чем это связано. Вначале гришили на радиацию, так как рядом с этим местом находятся урановые родники. Но анализ крови жителей ничего не показал. Есть мнение, что эта сонливость вызвана повышенным содержанием угарного газа в воздухе и выделением радона. Таос, США. Жители этого небольшого города жалуются на низкочастотный гул и шум, который доносится из пустыни. Ученые исследовали местность и не обнаружили источник шума, хотя были выдвинуты предположения про линии ЛЭП и генераторы на секретном объекте Министерства обороны неподалеку. По непонятной причине слышат эти звуки только местные жители, а вот приезжие крайне редко, поэтому существует гипотеза, что местные каким-то образом являются чувствительными к низкочастотным звукам и слышат колебания внутри Земли. Намибия, Африка. Таинственные круги, возникающие в этой местности, никто до сих пор объяснить не может. Они появляются вдруг разного диаметра и также вдруг исчезают, но могут существовать и длительное время без видимых изменений. Зафиксировано, что круги могут оставаться на месте до 75 лет, причем они за это время так и не зарастали травой, хотя трава росла вокруг. Никто не объяснил этого феномена до сих пор. Кипящая река, Амазония, Перу. Вода в этой реке имеет температуру 90 градусов Цельсия. Животные, попадающие в нее, оказываются сваренными. Пченые ломают голову, что же является причиной высокой температуры на всей протяженности реки, хотя исток ее холодный. Есть предположение, что реку питают подземные горячие источники, нагреваемые магмой. А вот местные индейцы не ищут причину, а радуются следствию. Горячую воду используют в быту и пьют. Шаманы совершают свои ритуалы, считая эту реку местом силы. Огни Хездалена, Норвегия. Огненные светящиеся объекты видят над долиной уже не одно десятилетие. Вначале их связывали исключительно с НЛО, но наблюдения ученых доказали, что это энергетические сгустки. Появление их именно в Хездалене объясняется природой этой долины. По составу почвы и содержанию в ней металлов она очень похожа на природную батарейку. А река с повышенной кислотностью воды лишь дополняет ее свойства. Вот поэтому в долине под действием электромагнитного поля и получаются такие вот плазменные сгустки. Плазмоид убивает все живое, с чем соприкоснется. Поэтому в долине появляются пятна, где нет вообще никакой жизни. Молнии Кататумба, Венесуэла. Там, где соединяется река Кататумба с озером Маракайба, происходит загадочное явление. 260 дней в году, 10 часов в сутках идет гроза, когда от ста до тысячи молний вспыхивают в небе одновременно. К счастью, до земли они не доходят, а растворяются в атмосфере. А вот раскатов грома при этом нет. Ученые теряются в догадках, что же служит причиной такому уникальному явлению. То ли виноваты потоки теплого и холодного воздуха, сталкивающиеся в небе, то ли виной всему метан, поднимающийся с окрестных болот в воздух. Пещера Мовили, Румыния. Уникальность этого места в том, что образовавшись 5 миллионов лет назад, оно было закрыто от внешнего мира последние 500 тысяч лет. Благодаря этому атмосфера и микроклимат в пещере вообще не похож на земной. Кислорода в таком воздухе всего 10%, 3% углекислого газа и 2% метана. Сероводород содержится в воде внутри пещеры. Ученые нашли в такой вот среде 33 новых вида живых существ, которых нет больше нигде на планете. Лотопад, чайник дьявола, США. Его необычность в том, что разделяясь на два потока, второй поток теряется. Он втекает в скалу, но не вытекает. В этот поток кидали различные предметы, технологичные устройства, пытаясь определить, куда же девается вода. Но безрезультатно. Вещи пропадали и не находились. Поэтому есть мнение, что тут находится некая черная дыра. Гора Боттоваара, Карелия. Мистическое место, которое находится в лесах Карелии. Здесь трава не растет и птицы не поют. Повсюду лишь камни, образующие некие композиции, явно рукотворного происхождения. Сюда ходят шаманы и прочие оккультисты для совершения своих обрядов и прикосновения к древним силам. Дыра дьявола, США. В штате Невада обнаружена пропасть в горе, у которой нет дна. По крайней мере, никто этого дна не видел, так как максимальное погружение закончилось на 90 метрах. А спускаемое далее оборудование прекращало вещать после 230 метров. Эта дыра заполнена горячей водой, а на глубине происходят выбросы отравляющего газа метана. Тем не менее, здесь обитает редкая рыба, карп-зубик. Почему же такое название? В начале исследования в этой дыре пропадали люди. Лощина черного бамбука, Китай. Казалось бы, что ничего необычного в этом месте нет. Просто бамбуковая роща. Тем не менее, это место полно мистики и тайн. Люди, пожелавшие просто прогуляться в лощине, исчезают. Люди, пожелавшие исследовать загадочное место, исчезают. Люди, отправляющиеся на поиски исчезнувших, исчезают. Исчезают простые путешественники, исчезают опытные исследователи. Лощина не щадит никого. Чертова поляна, Россия. Нам это место больше известно, как место падения тунгусского метеорита. Хотя на самом деле она находится несколько вдалеке от места катастрофы. Поляна неправильной формы, по разным данным шириной от 100 до 200 метров, при попадании на которую гибнет все живое. Изначально это место выглядело, как горящая дыра. 1916 год. Затем постепенно оно засыпало землей. Но до сих пор поверхность остается горячей. У людей, находящихся поблизости к поляне, начинают ломить кости, опухают суставы. Появляются головные боли. А стрелка компаса выходит из строя, как и часы. Плато Устюрт, Казахстан. Что же тут необычного? Древние сооружения, такие как каменные стрелы, указатели, мавзолеи, каменные скульптуры, которые ученые относят к третьему веку до нашей эры, не такое уж необычное явление. Но бытует мнение, что эти стрелы, указывающие на северо-восток, гораздо более древние и являются остатками древнего космодрома. Даже сейчас над долиной наблюдают странное свечение по ночам и миражи. Более того, в этой засушливой пустыне обнаружили окаменевшие останки костей рыб, а значит, когда-то здесь было море. Каменные шары Коста-Рика. Эти сферы найдены во многих местах мира, но именно в Коста-Рике, непроходимых джунглях, самое большое их скопление – 300 шаров, сгруппированных в кучке по 50 штук. Сферы самых разных диаметров, от самых маленьких до очень больших, а вес самого большого найденного шара – 20 тонн. Кто и зачем разместил эти шары, и главное, когда и как они были произведены. Ответов на эти вопросы нет. Гюбекли Тепе, Турция. Самый древний храмовый комплекс, найденный и исследованный современным человеком. По оценкам археологов, возраст сооружений – 12 тысяч лет. А вот альтернативные исследователи считают, что реальный возраст этого места – более 250 тысяч лет. Является эта постройка не храмом, а древнейшим календарем. И снова здесь мегалитические постройки, резьба и рисунки на камне, изображающие странных и непонятных существ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Жеводан. Такого названия нет ни на одной из современных карт, но в конце 18-го столетия оно было широко известно. Французское графство, находящееся между горой Маргерит и городом Этуаль, ныне департамент Лазер, печально прославилось в 1764 году. Именно в это время в окрестных лесах появился знаменитый живоданский зверь. В Европе считали, что оборотни чаще всего принимают обличие волка – самого распространенного там опасного хищника. Звери с живодана не было исключением из этого правила. В природе временами бывали случаи появления зверей-людоедов. Убив человека, хищник обнаруживал, что это очень легкая добыча. Куда проще охотиться на человека, чем пытаться догнать косулю или оленя. Людоедами становились медведи. Волки. На Дальнем Востоке – тигры. Но в живодане о подобных случаях не слышали. Тем более, что волки летом избегают людей, и только зимняя стужа и голод могут заставить их напасть на путников. Описание. Свидетели описывали его как хищника, похожего на громадного волка, размером с корову. Широкая грудь, длинный хвост, на конце кисточка, вытянутая морда, маленькие острые уши и большие клыки. Цвет бурый, а вдоль хребта на спине у зверя была широкая полоса темной шерсти. Поведение, особенности нападений. Нападения были неестественные для такого хищника. Он целился в голову, не пытаясь, как в большинстве своем, дикие звери вцепиться в горло. Зверь сбивал жертву с ног одним стремительным броском. Если монстру надо было убегать, то бежал очень быстро, но не прыжками, а ровной рысью. У своих убитых жертв зверь мог отгрызать голову, разорвать живот и разбросать вокруг внутренности. Его отличала невероятная дерзость. Мог выбежать прямо на деревенскую улицу и напасть на первого, кто попадется. А когда люди начинали сбегаться с топорами и вилами, сразу отбегал к лесу. Ни один волк не смог бы отважиться на такой поступок. В результате всего этого в окрестных деревнях началась настоящая паника. Живоданский зверь нападал на людей до такой степени часто, что многие считали, что имеют дело не с одним зверем, а с целой стаей. Некоторые очевидцы, видевшие зверя, утверждали, что порой тот был не один, а со спутником, походившим на него взрослым или же молодым зверем. Порой говорили даже, что рядом с монстром видели человека и потому думали, что хищник был специально выдрессирован каким-то негодяем. Хищник предпочитал вести охоту на людей гораздо больше, чем на домашний скот. Если человек оказывался рядом со стадом коз, коров или овец, чудовище нападало именно на него, вообще не обращая внимания на животных. Как правило, жертвами зверя становились дети и женщины, работавшие в поле, вблизи от леса и далеко от жилища. На мужчин, которые работали группами, зверь не нападал, даже если те встречались ему на пути в лесу. Зверь предпочитал скрываться. Зверь никогда не попадал ни в капканы, ни в ловушки, не ел отравленной приманки, которую разбрасывали по лесам в огромных количествах. Больше трех лет монстр успешно уходил от погонь и облав. Все это могло говорить только об одном. Живоданский зверь вовсе не был обезумевшим от жажды крови хищникам, а отличался исключительным интеллектом. Потому многие считали его не просто волком или каким-то еще диковинным животным, а настоящим оборотнем. 1764 год, октябрь. Зверя удалось подстрелить, но, как выяснилось, он обладает огромной живучестью. Раненый он ушел от погони и так и не был пойман. Согласно основной версии, его застрелили насмерть только в 1767 году серебряной пулей. Самое первое упоминание о звере датировано 1 июня 1764 года. Некое крупное существо, напоминавшее волка, выскочило из леса возле города Лангонь во Франции и пыталось напасть на крестьянку, пасшую коров. Но несколько крупных быков, бывших при стаде, напугали и отогнали его. Первой жертвой зверя стала Жанна Булея, 14-летняя девочка, которую живоданский зверь убил 30 июня 1764 года в окрестностях того же города Лангонь. В августе и сентябре он убил еще семерых детей. Охота на зверя. Нападения продолжаются. Когда нападение чудовища приняли пугающие масштабы, чтобы его уничтожить, военный губернатор Лангедок отправил отряд из 56 драгун. Драгунами было проведено несколько облав в окрестных лесах и перебито около сотни волков, но поймать зверя так и не удалось. В октябре 1764 года двое охотников, которые случайно наткнулись на зверя у лесной опушки, выстрелили по нему с близкого расстояния два раза. Зверь тут же упал на землю, однако потом смог подняться и побежал в лес. Охотники начали преследовать его, но нашли только кровавые следы и растерзанное тело одной из жертв хищника. После чего больше месяца зверь где-то пропадал. Потом он появился вновь и убил 70-летнюю Катерину Валли. В общей сложности в 1764 году зверем было убито 27 человек. С начала 1765 года монстр начал нападать на людей по нескольку раз в день, убив только за один месяц 20 человек. Не каждое нападение оканчивалось смертью жертвы. Однажды несколько 13-летних мальчишек смогли отбиться от зверя, бросая в него палками и камнями из-за ограды, за которые успели спрятаться. Облавы. В начале 1765 года французский король Людовик XV велел двум лучшим профессиональным охотником из Нормандии Жану Шарлю Марку Антуану Вомеслю Дюнивалю и его сыну Жану Франсуа уничтожить зверя. Дюниваль отец был самым известным охотником Франции, который убил за свою жизнь более тысячи волков. Дюнивали прибыли в Клермон-Ферран, где в то время свирепствовал зверь в середине февраля 1765 года. Они привезли с собой свору гонщих и посвятили несколько месяцев охоте на монстра. В 1765 году ими было устроено на зверя несколько облав, в которых принимало участие до одной тысячи человек, солдат и местных жителей. Тем не менее зверя так и не удалось поймать, и он, казалось, смеялся над своими преследователями. Через два дня после самой крупной облавы живоданский зверь растерзал девушку чуть ли не в самом центре одной из деревень. Все усилия Дюнивали были тщетны. 1765 год. Весна. Зверь убил 55 человек. К концу сентября того же года количество его жертв достигло сотни. И вот 20 сентября близ Лангони лейтенант Де Боттерн убил крупного волка-людоеда. Являлся ли убитый волк живоданским зверем или нет, неизвестно. Но нападения и убийства людей прекратились. Де Боттерн направил монарху отчет, в котором заявил, в настоящем отчете, заверенном нашими подписями, мы заявляем, что никогда ранее не видали волка, которого можно было бы сравнить с этим. Вот почему мы считаем, что это именно тот страшный зверь, который причинял такой ущерб королевству. В желудке волка было обнаружено несколько полос материи, из которой в те времена шили одежду. Это говорило о том, что волк, подстреленный Де Боттерном в шазе, был людоед. Из волка было сделано чучело и доставлено в королевский дворец Версаль. Возвращение. Но в конце декабря 1765 года воскресший монстр возвратился, напав близ городка Бессер Сент-Мари на двух детей и ранив на следующий же день двух женщин поблизости города Ла-Шамп. В начале 1766 года на счету зверя появились новые жертвы. К лету 1766 года аппетиты хищника резко возросли, и до середины осени того же года он абсолютно безнаказанно убивал по нескольку человек в неделю. Потом в ноябре 1766 года, зверь вновь пропал, хотя никакой охоты на него тогда никто не вел, и крупных волков никто не убивал. Живоданские крестьяне вздохнули было спокойно, зверя не было 122 дня. Но на второй же день весны 1767 года зверь появился вновь и убил ребенка возле деревни Понтажу. Казалось, энергия и аппетит зверя удвоились, потому как на протяжении только 1 апреля он убил 36 человек. Жан Шастель. Убийство зверя. Живоданского зверя убил Жан Шастель во время одной из облав 19 июня 1767 года. Охотник Жан Шастель был очень религиозный человек, и потому он зарядил свое ружье серебряными пулями, а также взял с собой Библию. Во время привала Шастель раскрыл свою Библию и начал читать вслух молитвы. На звук из чащи выскочил огромный волк. Он остановился перед Шастелем и посмотрел на него, а тот выстрелил волка в упор два раза. Волк был убит наповал двумя серебряными пулями. Впрочем, возможно, что все эти подробности были добавлены позднее, чтобы приукрасить легенды. А стрелял Шастель самыми обычными пулями. Идентификация, обследование зверя. Этот волк, как и тот, которого убил Деботерн, отличался огромными размерами и выглядел весьма необычно для волка. Королевский нотариус Этьен Морен вместе с королевскими врачами Антуаном Буланже и Курдамьеном Буланже, а также Жаном Батистом и Гульоном измерили тело зверя и составили его описание. И хоть этот волк был мельче убитого Деботерном, у него была непропорционально большая голова и очень длинные передние ноги. Кроме того, устройство его глаза оказалось довольно необычным. У волка имелась третье веко, тонкая мембрана, которая могла прикрывать глазное яблоко. Шерсть волка была плотной и рыжевато-серой, с несколькими широкими черными полосами. Как видно, этот зверь был вовсе не волк. При вскрытии существа в его желудке были обнаружены остатки предплечия маленькой девочки, погибшей накануне. То есть убитый волк был людоед. Многие свидетели, которые видели живоданского зверя раньше и сумевшие спастись от него, опознали его в убитом шастелем волке. Кроме этого, на теле зверя обнаружили множество шрамов от ран различной давности. А в заднем бедре, обследовавшие зверя врачи, нашли следы пули, который тот был ранен еще в 1765 году. Таким образом и пришли к заключению, что убитый Жаном Шастелем волк и был живоданский зверь. Убитого волка возили по всему живодану из одного городка в другой, чтобы убедить жителей в смерти хищника. Потом из него сделали чучело и доставили королю. Но чучело было сделано очень скверно и в скором времени начало портиться и жутко вонять. Людовик XV велел выбросить его на помойку. Учитывая предыдущее воскресение зверя, Франция должна была ждать следующего его появления. Но зверь с того времени так и не вернулся. На счету живоданского зверя числится 125 убийств и больше 100 тяжелых увечий. Кто это? Версии и предположения. До того времени, пока зверь не был убит и обследован, о его природе строились самые различные предположения. Говорили, что это сильно преувеличенные слухи о нападении разных волков. Говорили, что это оборотень, демон, вызванный каким-то колдуном. Или же господня Кара, посланная за грехи. Современные ученые и криптозоологи дают живоданскому хищнику самые различные толкования. Вплоть до версии, что зверь был реликтовым саблезубым тигром. Или вымершим в период позднего эоцена, более 40 миллионов лет назад, древним хищником Эндрюсархом. Все эти объяснения выглядят крайне натянуты. Как и те, что зверь был обычный, только очень крупный. Волк или гиена. Действительно, если сделать предположение, что живоданский зверь это волк, загадок от этого не убавляется. Дело в том, что волки очень редко нападают на человека, да и вообще избегают встреч с людьми, в то время как домашний скот, напротив, убивают и съедают гораздо чаще. Может быть, живоданский зверь был волком, но в этом случае не одним, а несколькими. Суеверия же и страхи приписали действия нескольких волков-людоедов одному волку-дьяволу. Такого рода волков могло быть три. Первый, самый кровожадный, был убит деботером. Второй погиб осенью 1766 года по неизвестной причине. Возможно, попался в одну из расставленных в лесу ловушек. Третий же и был застрелен шастелем в 1767 году. Некоторые считают, что живоданский зверь это гиена. И действительно, гиены двух видов нападают на человека, хотя и крайне редко. Один из этих видов, полосатая гиена, встречается в Африке, на Ближнем Востоке и в Пакистане. А второй, пятнистая гиена, обитает только в Африке. В самом деле, имеет размеры до 1,3 метра в длину и до 80 сантиметров роста в холке. При нападении на человека гиены в действительности кусают их в лицо. Но они очень плохо прыгают, не умеют ровно и быстро бегать, как мог это делать по свидетельству мочевицев живоданский зверь. Некоторые из ученых полагают, что зверь был гибридом волка и одичавшей собаки. В этом случае в действительности он мог быть очень крупным и не бояться людей, как его родитель собака. А унаследовав охотничий инстинкт от родителя волка, это существо вполне могло нападать на людей. Интересная легенда. Среди легенд, связанных с живоданским зверем, есть одна довольно интересная. Внимание исследователей истории с хищником привлек Антуан Шастель, младший сын Джана Шастеля. Антуан Шастель был довольно необычный для французской глуши личностью. Он много путешествовал, бывал в плену у алжирских пиратов и в течение многих лет провел в Африке среди туземцев берберов, переняв их привычки и знания. Антуан проживал отдельно от родителей, в доме, построенном в безлюдном месте, держал множество собак. Все говорили о том, что у него был большой талант к трассировке самых разных животных и даже птиц. 1765 год, начало осени, когда лейтенант Деботерн разыскивал в лесах хищника, ему встречался там Жан Шастель и двое его сыновей, Пьер и Антуан, которые тоже охотились на зверя, в надежде получить награду за его поимку. Неожиданно между Шастелями и младшими возникла сильная ссора, и разозленный ею Деботерн отдал приказ арестовать всю троицу и посадить в тюрьму, где они и привели несколько месяцев. Именно после этого нападения хищника на людей прекратились. Сам Деботерн связывал это с тем, что он смог застрелить того самого волка. Но как только Шастели были освобождены из тюрьмы и возвратились в родные места, нападения волка на людей возобновились. А сразу после того, как Жан Шастель убил зверя в 1767 году, его сын Антуан пропал без извести и больше никогда не появлялся в окрестностях Живодана. Некоторые из историков и писателей в связи с этим обращают особое внимание на Антуана Шастеля. Кое-кто из них считает, что Антуан приручил и вывез из Африки некое дикое хищное животное вроде гиены или леопарда, а потом приучил его к охоте на людей. Другие же говорят, что Антуан Шастель это и есть Живоданский зверь, потому как сам был оборотнем. Автор рассказа Павел Андреев. В жизни каждого, кто часто бывает в горах, накапливается память о случаях, объяснения которым с точки зрения обыденности просто нет. Это случайные мелочи, благодаря которым ты остался жив. Камень, ударивший не в тебя, а рядом. Лавина, которая пролетела мимо. Лишний грибок веслом в пороге, позволивший катамарану пройти непроносную бочку. И многое другое. Запоминаются явления или объекты, причины появления которых тебе неизвестны или непонятны. Каждый, хорошо порывшись в памяти, вспомнит несколько таких случаев. Например, в водном походе по реке Сарыджас мы, заплыв на территорию суверенного Китая, очень боялись встречи с китайскими пограничниками. Поэтому, побросав снаряжение, стали карабкаться на хребет, по которому и проходила эта граница. Пережив сухую ночевку на подъеме, мы выползли на перевал, на котором была вторая сухая ночевка. Возможно, под воздействием обезвоживания, когда солнце уже практически село, каньон реки погрузился в угольную темноту. И только снежные вершины пика Майбаш, Кокшаал-Тоо и далекого Кунь-Луня сияли в последних лучах. Мы увидели, что в черноте ущелья, внизу, в нескольких километрах под нами, взлетают и долго висят в воздухе разноцветные огни. Белые, зеленые и красные. Больше всего эти огни напоминали стрельбу сигнальными ракетами на парашютах. Потому что огни медленно двигались, опускались и поднимались, постепенно угасая. Первая мысль была о вездесущих китайских пограничниках. Но за три недели похода мы не встретили ни одного человека, даже туриста. А в каньоне по берегу реки идти невозможно. Вопрос о том, что же это было, продолжает преследовать меня до сих пор. Водный туризм – забавное занятие. Он позволяет забраться туда, куда не залезут ни альпинисты, ни горники. Ну разве что спелеологи. Выбираясь оттуда, думаешь, а не проще ли было взять в команду несколько хороших скалолазов, слегка умеющих махать веслом, чем чемпионов водников, с горем пополам спускающихся тюльфером. Честно скажу, такого страха, как на спуске с этого перевала, я не испытывал, даже сплавляясь по Аргуту. Но не об этом история, а о таинственных необъяснимых вещах, которые начались в этом походе, а продолжились в следующих походах этой пятилетней эпопеи под названием «Прохождение Сарыджаза». Места глухие, территория спорная, сейчас уже отданная Китаю. Рядом Пик Победы и Хантенгри. Выбравшись в населенку, мы наслаждались местным пастушеским гостеприимством. Попивая прессованный чай, я расспрашивал Тахтурбая, местного чабана, о названиях рек и ущелий, о том, какие звери водятся в этих горах. Когда я внимал перечислению небольшого пантеона местной живности, среди снежного барса, улара и горного козла, мой слух резануло странное название – Алмасты, сын медведя и человеческой женщины. На мой вопрос, видел ли Тахтурбай Алмасты живьем, наш хозяин ответил, что иногда видел, а следы очень даже часто. Но тут пришла машина из Энельчека и увезла нас до следующего года. Очередной поход начался на конце сброса из озера Мерцбахера. Река начала входить в берега, и по этой бурой взвесе мы ушли в наш личный ад с красивым названием Сарыджас. Поход был тяжелым, когда до прошлогодней точки осталось несколько километров, при разведке каньона погиб участник, сорвавшийся с большой высоты в воду. Тело не нашли, водная часть закончилась, предстоял путь назад, тяжелый и долгий. Через несколько дней часть группы, застегнутая под перевалом темнотой, вынуждена была заночевать на леднике. Поставили палатку, поели снега с шоколадом и сухарями, завалились спать, но не спалось. Вокруг палатки кто-то ходил, причем на двух ногах. Мы сидели, боясь пошевелиться в центре палатки, полагаясь на мнимую защиту ее капроновых стенок. А хруст снега под ногами неизвестного существа становился все ближе и ближе, пока не замер у моего рюкзака, оставленного снаружи. Послышался шорох, странные звуки, напоминающие бормотание. Потом шаги возобновились. Все было очень странно. Три здоровых мужика, далеко не трусы, сильные и умные, сидели, боясь неизвестно чего, придавленные паническим страхом, непоборимым, первобытным, иррациональным, пришедшим извне. Пытка этим ужасом продолжалась несколько часов. Небо начало сиреть, шаги существа удалились и затихли невдалеке. Дождавшись мутного рассвета, мы вылезли из палатки. Весь снег вокруг был истоптан огромными следами полметра длиной. Мой рюкзак был аккуратно раскрыт, и из него вытащен спас-жилет и гидрокостюм, а девять плиток шоколада исчезли. Следы уходили к гребню перевала и терялись в камнях. Там была найдена лёжка в снегу и куча дерьма с вкраплениями фольги от шоколада. Ворованная еда впрок не пошла. Оглядывая окрестные скалы в бинокль, краем глаза я увидел какое-то движение. Вдалеке бежала странная фигура, очень небольшая, чуть больше метра ростом, серо-жёлтого цвета, бежала на коротких ногах, а руки висели почти до земли. Причём при взгляде прямо на неё, она как-то размывалась, растворялась и была заметна только боковым зрением. Ловко подтягиваясь на руках, фигура взлетела вверх по кулуару и исчезла. Мы почти никому не рассказывали о случившемся, боясь непонимания и насмешек. Совершили ещё три попытки прохождения реки, прошли её и больше я там не бывал. Спустя пять лет я написал об этом случае на форуме, посвящённому аномальным явлениям, и получил предложение от американских частных исследователей Бигфута поехать и поймать снежного человека. Я согласился немедленно, а вы бы не поехали на Теншань на халяву с возможностью от души полазить по горам. Тем более, что ловить алмазды для американцев я и не собирался. Обсудил это с приятелем, бывшим со мной в том походе. Он дал добро. Приключение началось. Личный вертолёт Оскара Акаева забросил нас в чудесное место недалеко от Каракола. Чистые реки, снежные горы, прекрасные леса из теншанской ели, вкусная еда, безделье, полевая лаборатория, генератор, две американские лаборантки. И всё это мне, отважному герою, лично видевшему алмазды. А мой друг Серёга жил в палатке за гребнем в километре от нас, питаясь в сухомятку, тоскуя от одиночества, но честно выполняя возложенные на него обязанности. По ночам ворочать камни, кричать торзанием голосом, при выпадении снега приходить ночью оставлять следы при помощи сделанных из валенка насадок на ботинки. Увидев эти следы в первый раз, исследователи пришли в восторг, пошли по следу и опешили, в конце следа они нашли лёжку, покрытую длинной шерстью, предусмотрительно надёрганную Серёгой из мелодхоличного местного яка. В другой раз они нашли кучу экскрементов, отложенную Серёгой совершенно нечеловеческой величины и толщины. Видимо, так на него подействовала сухомятка и горняшка. Это привело исследователей в экстаз и очень напугало лаборанток, которые стали ночевать только в моей палатке. Правда, в последние дни экспедиции Сергей совсем затасковал. Стал вылезать на гребень днём, загорать там на солнце, по ночам тырить продукты и ставить под угрозу завершение мероприятия. Так прошла сказочная неделя. Нас ждала дорога домой и оплата услуг. Казалось бы, на этом история фальшивого алмасты должна была прийти к своему логическому завершению. Но! По возвращению в город, я первым делом посетил Сергея, чтобы отдать ему обещанные деньги. Но квартира его была закрыта. Я спустился вниз и спросил удружившего с ним дворника Умара, вернулся ли Серёга из похода. Какого ещё похода? Его уже неделю как увезли в больницу с аппендицитом. Там его ищи, ответил мне серьёзный Умар. Ником Романов «Человек-невидимка». О нём много легенд и мифов бытует в Якутии, в частности в Верхнем Вильюйском Улусе, где происходили мистические события, связанные с человеком-невидимкой в начале 20 века. Эту легенду по-своему интерпретировал известный писатель Иван Гоголев в знаменитом романе «Чёрный стерх». Автор статьи Варвара Корякина В детстве я слышала, что этот таинственный человек как-то связан с нашей семьёй, с моими предками. Не придавала особого значения этим легендам. Думала, что это некая небылица. Но записи брата заставили задуматься. Он записал со слов нашей тёте Александры Герасимовны Николаевой, старшей сестры мамы, странную историю загадочного Никона Романова. Тётя наша была очевидцем тех таинственных и непостижимых уму событий. Она, видимо, очень хотела, чтобы потомки нашего рода знали об этом необыкновенном факте. Вот воспоминания Александры Герасимовны. «Тогда мне было 13 лет. Жили в Бутулу. Некий загадочный человек по имени Никон Романов поселился в доме нашего близкого родственника, Якео Герасима, брата моего деда Максима Николаева. Подробности появления незнакомца уже не помню. Но это был невидимый человек. Только руки были видны. На пальце был крупный золотой перстень. Часто заходил к моему отцу, Герасиму Николаеву. Недолго разговаривали, курили вместе. Он выходил и заходил через дымоход якутской печки камелька. Когда Никон Романов заходил через дымоход в юрту, будто крылья шуршали. Казалось, будто большая птица залетела в дом. О себе Никон Романов говорил так. Нас три брата, и все невидимые. Мы увлеклись тайными учениями, постигли суть древних знаний и стали невидимыми. Один брат живет где-то в Сибири, другой в Тунгусских землях, а я вот здесь. Иногда мы встречаемся. Ввлекаться древними сакральными учениями не стоит. Все в мире имеет обратную сторону. Для Никона Романова готовили девять разных блюд. Так положено было. Видимо, он сам просил об этом. Для него специально был изготовлен небольшой столик, за которым он трапезничал один. У нашего родственника, Якио Герасима, была дочь Кристина. Никон Романов везде ходил с этой девушкой. Это она готовила для него еду. Она побаивалась его, ничего о нем не рассказывала, только говорила, что он русский. Иногда, видимо, Никон Романов становился видимым. Этот невидимый человек разговаривал по-русски и по-якутски. Очень много писал. По ночам был слышен скрип его пера. У него был очень красивый почерк. Когда куда-то уходил, постоянно извещал, куда идет, когда придет. Когда приходил, заходил через дымоход и громко здоровался. Был даже один такой случай. У нас дома были проезжие люди. И по ошибке ли, просто ли, взяли с собой дорогой красивый платок нашей мамы Варвары. Никон Романов через три дня вернул этот платок. Видимо, пошел по следам тех людей и принес платок. Напоследок, перед уходом Никон Романов рассказал моему отцу Герасиму Максимовичу, князю Батулинскому, старшине наслега, о себе. Мы с братьями родились в Москве. Были учеными. Строим новую жизнь. Наступают другие времена. Скоро власть переменится. Слово товарищ войдет в обиход. Мы предвестники новой жизни. Так Никон Романов, пожив у Якио Герасима год, собрался в долгий путь. Взял с собой дочь Якио Герасима, Кристину, и сказал перед уходом, через Нюрбу отправляюсь обратно домой. Я полюбил вашу дочь, беру ее с собой. Домочадцы не смогли слово поперек сказать. Согласились. Он попрощался со всеми и исчез. Потом отец мой, Герасим Максимович, вспоминал, что Никон Романов иногда становился видимым. И это был русский, молодой, светловолосый парень. Интеллигентный и очень приятный внешности. Видимо, из знатного рода. Спустя некоторое время после ухода Никона Романова и правда установилась советская власть. Отец хоть и был князем, но и он, и весь наш род были за советскую власть. Из-за этого бандиты преследовали нас. Я это помню. Попрятались в тайге. Кстати, Кристина, дочь Якио Герасима, оказывается осталась в Нюрбе. Вышла замуж. Жила там долго. Про Никона Романова она ничего никому не рассказывала. Видимо, дала слово хранить тайну этого мистического человека. Что случилось с человеком-невидимкой, неизвестно. Сгинул ли он где-то в пути или добрался до родной Москвы? И почему оставил в Нюрбе так полюбившуюся ему Кристину? Никто об этом и не знает. Вот такова странная история, рассказанная нашей тетей. Стоит ли верить, таким легендам был их времен? Но одно меня удивляет. Сколько мне рассказывали об этом таинственном Никоне Романове бабушка, мама и другие мои родственницы. Они воспринимали невидимость этого человека, как само собой разумеющееся. Будто такие явления для них не были новостью или чем-то из ряда вон выходящим. Они все гадали, кто это был, почему предсказывал наступление советской власти. Иные даже предполагали, что Никон Романов возможно был царских кровей из династии Романовых. Многие более образованные родственники считали его масоном. В мире много тайн, и не все они подвластны нашему пониманию. Оглянувшись в прошлое, можно заметить, что история человечества полна необъяснимых случайностей и невероятных совпадений. К примеру, как объяснить, что многие предметы, которые стали обыденными в повседневной жизни, до своего появления были описаны фантастической и приключенческой литературе. Давайте стряхнем пыль с архивных источников и рассмотрим самые невероятные совпадения в истории. Правители Рима. Всем известна легенда об основании Рима, когда волчица вскормила двух брошенных воды Тибра и чудом спасшихся близнецов Ромула и Рэма. Когда юношам исполнилось 18 лет, им было позволено основать поселение на месте, где они чудом спаслись. Во время ссоры Ромул убил Рэма и стал первым правителем Рима. В 476 году, когда Вечный Город пал под натиском войска Одуакра, последнего императора, который правил в Риме, тоже звали Ромул. Одна судьба на двоих. Останемся ненадолго в пределах Италии, где король этой страны Умберто I при посещении небольшого ресторана встретил человека, невероятно на него похожего. Это был владелец того ресторана. В ходе разговора выяснилось, что родились монарх и ресторатор в один день и год, а именно 14 марта 1814 года. Оба женились, пусть и в разные годы, на девушках по имени Маргарита, а открыл ресторатор свое заведение в год коронации итальянского монарха. Но еще одно трагическое совпадение ждало их впереди. Однажды королю сообщили о смерти его двойника от выстрела. В этот же день, 29 июля 1900 года, Умберто был застрелен анархистом. Пришелец из космоса. Талантливейший американский писатель Марк Твен всегда шутил о дате своего рождения. Ведь в 1835 году мимо Земли на наименьшем расстоянии пролетала комета Галлея. В 1909 году он, в присутствии родных и друзей, заявил, что покинет этот мир, так как к Земле приближалась все та же комета. Так оно и случилось. В 1910 году, когда Галлея была на наиболее близком расстоянии к нашей планете, Марк Твен умер. Вот так кроссворд. Накануне высадки англо-американского десанта в Северной Нормандии в ходе Второй мировой войны в 1944 году. Газета Daily Telegraph напечатала кроссворд, в котором в виде вопросов были все кодовые слова военной операции. В кроссворде были слова, которые использовало командование союзнических войск для обозначения операции. Оверлорд, Нептун, Юпитер, Юта и многие другие. Спецслужбы стали выяснять, откуда произошла утечка. Но выяснилось, что кроссворд в газету отослал старенький школьный учитель, для которого это было хобби и возможность немного подзаработать. Два императора. В данном случае можно говорить не о совпадениях, а об исторической параллели в истории Римской империи и России. Гай Юлий Цезарь и Петр Первый впервые в истории государств, которыми правили, провозгласили себя императорами. В 45 году до нашей эры Юлий Цезарь ввел новое летоисчисление, по которому Новый год наступал 1 января. Петр Первый своим указом также ввел в России празднование Нового года 1 января. Оба императора только с разницей в сотни лет писали труды об обустройстве армии и военном искусстве, и названия трудов почти идентичны. Интересно также, что Цезарь ввел в Римской армии штаб с должностью инженера, а Петр Первый также создал генеральный штаб российской армии и ввел в ней инженерные войска. Царские династии. Не только исторические личности подвергнуты магии совпадений, но и целые царские династии. Так династия русских царей Романовых начала свой отчет с царя Михаила, который до избрания царем находился под охраной в Ипатьевском монастыре. Последний император России перед расстрелом вместе с семьей и прислугой содержался под охраной в Ипатьевском доме. Род Рюриковичей прервался, когда в Угличе убили царевича Дмитрия. Династия Романовых прервалась с расстрела семьи, в которой погиб царевич Алексей. Как видим, две династии, царствующих в русском государстве, были прерваны убийствами царевичей. Магия дат. Уже никто не помнит, кто впервые заметил это совпадение, но без магии здесь явно не обошлось. У двух исторических личностей, которые в свое время нападали на Россию, невероятные совпадения по датам. Все значимые события их жизни произошли с разницей в 129 лет. Возьмем для примера три события. Приход к власти, начало и конец войны с Россией. Наполеон стал императором Франции в 1804, а Гитлер канцлером Германии в 1933. Разница в 129 лет. Война с Россией в 1812 и 1941 соответственно. Считайте сами. Проигрыш в войне 1816 и 1945 соответственно. Президенты США. Интересно, но у двух президентов США прослеживается не только магия дат, но и фамилии окружающих их людей. В 1991 году список совпадений был уточнен и составляет сейчас 16 пунктов. Под первым номером избрание на пост президента Линкольна в 1860 году и ровно через 100 лет спустя президентом избран Кеннеди. Оба были убиты в результате покушения в пятницу в присутствии своих жен. Невероятно, но дата рождения убийц двух президентов составляет все те же магические 100 лет. Преемником Линкольна, как и 35-го президента Кеннеди, стал человек по фамилии Джонсон, разница в возрасте которых 100 лет. Периодичность событий. Два философа вывели периодичность исторических событий в 12 тысяч лет, но первый жил в пятом веке до нашей эры и звали его Гераклит Эфесский. Через 24 столетия Фридрих Энгельс также заявил, что через 12 тысяч лет все в мире возвращается в исходное положение. 12 тысяч слишком много, поэтому возьмем меньший в 12 лет и на примере истории СССР покажем периодичность исторических всплесков. 1917 год. Октябрьская революция и начало гражданской войны. В 1929 году произошел коренной перелом. Сталин окончательно утвердился во власти. Начались индустриализация и коллективизация. В 1941 году началась Великая Отечественная война. В 1953 году смерть Сталина потрясла всю страну. 1965 год. Окончание Хрущевской оттепели. В 1977 году приняли новую Конституцию СССР. 1989 рухнула Берлинская стена, запустив процесс распада Советского Союза. Как видим, в истории существуют невероятные совпадения, которые сложно объяснить с позиции логики. И только пытливый взгляд исследователя смог их обнаружить. А возможно это всего лишь красивые легенды. Подведем итог. В завершение немного заинтригуем. Если сравнивать биографии Наполеона и Гитлера, Линкольна и Кеннеди, а главное поверить в магию исторических дат, то следующая историческая личность, подобная им, должна была родиться в 2018 году, что легко подсчитать, прибавив к дате рождения тирана 129 лет или ко дню рождения 35-го президента США 100 лет. Сколько опасных мест на планете, считал ли кто-нибудь? В сети постоянно встречается информация об огромном количестве опасных мест природного и искусственного происхождения, посещение которых не принесет ничего хорошего. Тем не менее, каким-то образом находятся любопытные, стремящиеся на собственной шкуре проверить степень опасности. В данной подборке хочу представить вашему вниманию самые опасные, на мой взгляд, острова нашей планеты. Вемада Гранде или Змеиный остров, Бразилия. Мало кто отважится ступить на один из самых опасных островов в мире, ведь мало кто возвращается с этого острова живым. Все дело в том, что в этом заброшенном месте повсюду обитают ядовитые змеи, при укусе которых вам точно не поздоровится. Причем на один квадратный метр здесь приходится целых пять ядовитых ползучих. Остров считается настолько опасным для жизни, что власти Бразилии запретили его посещение. Остров Павелия или Остров Смерти, Италия. На этот заброшенный остров не возят туристов, да и местные стараются держаться подальше. Смельчаков, которые отважились ступить на его территорию, очень мало. А те, кто все-таки решились, потом в один голос утверждают, что более жуткого места нет на всем белом свете. На этом острове тысячи людей умерли в изоляции от чумы. А через несколько веков история повторилась. На острове построили психиатрическую лечебницу. По легенде там обитал доктор, который приводил жуткие эксперименты на своих пациентах. В общем, здесь все как в самом страшном кошмаре. Остров Рамри, Япония. Этот остров заселен москитами, переносящими малярию, смертельно опасными скорпионами и невероятным количеством крокодилов. Самая массовая атака крокодилов даже вошла в книгу рекордов Гиннеса. Остров Грейнард, Англия. На этом жутком острове обитают опаснейшие бактерии. Во время Второй мировой войны здесь тестировали биологическое оружие, и по всей территории острова распылились споры сибирской язвы. Хотя с этого времени прошло уже много лет, этот уголок планеты до сих пор остается необитаемым. Острова Идзу, Япония. Гиблыми местами эти острова считаются из-за активности вулканов, которые выбрасывают в воздух огромное количество серы. Концентрация газа в этом жутком уголке самая высокая на планете. И здесь живут люди. За нахождение тут им платят деньги, так как они испытывают на себе воздействие серы. Они всегда ходят в противогазах и пребывают в постоянном страхе, ведь в любой момент может сработать сирена, означающая, что произошел очередной выброс. Остров Миякидзима, Япония. Здесь люди тоже никогда не расстаются с противогазами, потому что здесь находится действующий вулкан, и в любую минуту может произойти извержение, сопровождающееся потоками лавы и выбросом пепла. Остров Барсак-Эльмес, Аральское море. Тословный перевод названия этого таинственного места «пойдешь, не вернешься», и это правда. С людьми здесь происходит необъяснимые вещи. Многих охватывает панический страх. Они бросают свои вещи и бегут прочь, а некоторые не возвращаются и пропадают бесследно. Никто точно не может объяснить, что там происходит, но говорят, что эти странные вещи как-то связаны с временными аномалиями и параллельными мирами. Остров Фаралан, США. Этот остров – свалка радиоактивных отходов. Рядом с ним на морском дне лежит около 50 тысяч бочек с опаснейшим содержимым, и уровень радиации здесь значительно превышает Чернобыльский. Гавайские острова. В этом райском месте находится самый активный вулкан на Земле, который непрерывно извергается уже 34 года. Разогретая до 1000 градусов лава движется в непредсказуемом направлении, уничтожая все на своем пути, включая небольшие поселения. При этом на территории острова власти построили парк, чтобы любопытные туристы смогли любоваться фантастическими пейзажами. Кто-то свято верит в переселение душ, кто-то считает идею абсурдом, но некоторые случаи не могут опровергнуть даже заядлые скептики. Один из самых известных – история семьи Поллок в середине прошлого столетия. Хексом Джон Поллок и его жена Флоренция были католиками, и только одну религиозную вольность допускал христианин. Он верил в реинкарнацию. Мужчина был так убежден в своей идее, что всем ее доказывал и молил Бога послать ему неопровержимые аргументы. Кто знает, может быть это желание стало началом загадочной истории его семьи. В 1946 году в семье появилась первая дочь Джоанна, в 1951 – вторая дочь Жаклин. Девочки стали настоящими подружками и всюду ходили вместе. Их детство изобилует самыми разными историями, как и у всех малышей. Но для нас важны два небольших факта. Джоанна часто повторяла, что она никогда не станет взрослой женщиной. Родители принимали эти слова за детский лепет. А еще у девочки была примечательная родинка на животе. А Жаклин однажды свалилась в пустую бочку. В результате инцидента на ее лбу остался глубокий шрам. Детство девочек было безмятежным и счастливым, и оборвалось в один миг. В 1957 году их и одноклассника Джоанны сбила машина, когда дети шли в церковь. Женщина, сбившая их, собиралась совершить суицид, выпила опасную дозу лекарств и, потеряв управление, выехала на тротуар, по которому шли сестры с другом. Дети умерли мгновенно. Женщина за рулем выжила. Джон и Флоренция были безутешны. А мужчина был не только убит горем, но и винил себя за произошедшее. Что, если случай с девочками стал ему наказанием за мысли о реинкарнации? Тем не менее, жизнь медленно брала свое. Дела налаживались, и вскоре Флоренция забеременела. Джон, не оставивший веры в реинкарнацию, говорил, что у жены родятся близнецы, ведь именно с ними в мир должны вернуться души погибших девочек. Но УЗИ этого не подтверждало. Да и в роду двойняшек ни у кого не было. Мистика началась в тот момент, когда Флоренция и правда родила близнецов, двух девочек. Их назвали Джиллиан и Дженнифер. У одной из них была родинка на животе, как у погибшей Джоанны. У другой родинка на лбу, там где был шрам, у малышки Жаклин. В принципе, это вряд ли можно считать вескими доказательствами реинкарнации, но когда очень хочешь во что-то верить. Впрочем, этим не ограничилось. Когда девочкам было три года, родители отдали им старые игрушки погибших сестер. Внезапно Джиллиан сказала, что одна из кукол принадлежит Джоанне. Дженнифер в одной из кукол опознала собственность Жаклин. Откуда девочки это знали? А также то, что кукол принес Санта-Клаус. Старшим сестрам игрушки дарили на Рождество. Кроме того, девочки никогда не дрались из-за игрушек. Они будто знали, где чья. Однажды мама послушала разговор близняшек. Они обсуждали аварию. Одна из девочек провела рукой по глазам сестры и сказала, что именно этим местом она столкнулась с машиной. Отец позже подтвердил. Глаза погибшей Жаклин на опознании были закрыты повязкой. Также сестра показала на родинку Дженнифер на лбу и пролепетала что-то про бочку. Еще один странный случай. Джон красил забор и надел для этого старый халат Флоренции. Она не носила его много лет. Близняшки его в ней не видели. Дженнифер подбежала к отцу и спросила, почему он надел вещь мамы. Джон удивился. Еще больше удивился, когда Дженнифер рассказала о халате сестре, а та не поняла, почему халат мамин. Тогда Джон вспомнил, что в этом халате Флоренция работала днем. И видеть ее в нем могла только погибшая Жаклин, ведь старшая Джоанна в то время ходила в школу. Сразу после рождения близнецов семья перебралась в другой город. Когда семья навестила старый родной городок, девочки попросили отвезти их в парк, покататься на любимых качелях. Как это возможно, если они никогда на них не катались? Но чем старше становились девочки, перерастая в возраст погибших сестер, тем меньше совпадений их жизней обнаруживалось. Хотя одна странность во взрослом возрасте случилась с Джиллиан, когда ей было 20. У нее было видение, будто она ходит по старому дому, в котором родители жили с погибшими сестрами. Девушка подробно описала дом. Журналисты приехали на место и обнаружили, что все совпало. Конечно, критиков этой истории нашлось немало. Большинство из них убеждено, что родители просто сами неосознанно вложили определенные модели поведения в близняшек. Однако нашлись те, кто со скептиками не согласился. Среди них были ученые. Ярче всех эту тему раскрыл психиатр и биохимик Ян Стивенсен. Для своей книги он собрал множество историй о детях, которые помнят свои прошлые жизни. Одной из них стала история сестер Поллок. С позиции своего опыта он объяснил, родители не могли повлиять на поведение своих детей, настолько очевидно, сделав их копиями старших сестер. Кроме того, мать девочек так и не приняла идею реинкарнации душ. Вообще, ее детей в частности. История сестер Поллок остается темой для обсуждения и споров. Но факт неоспорим. Убедительно опровергнуть мистическую составляющую никто так и не смог. 24 декабря 1945 года в доме многодетных американцев Соддеров случился пожар. Родители четверо детей успели выбежать на улицу, а еще пятеро братьев и сестер остались внутри. Полиция быстро подписала заключение об их гибели и закрыла дело. Но спустя время супруги стали замечать детали, которые указывали на то, что их детей вообще не было в доме в эту ночь. А через 23 года и вовсе получили фото одного из пропавших сыновей. На дворе декабрь 1945 года. Все жители Западной Виргинии готовятся к главному зимнему празднику. Украшают дома, закупают подарки, продумывают блюда для праздничного застолья. Среди них и семья Соддер, супруги Дженни и Джордж. 23-летний Джон, 17-летняя Марион, 16-летний Джордж младший, 14-летний Моррис, 12-летняя Марта, 9-летний Луи, 8-летняя Дженни, 5-летняя Бетти и 2-летняя Сильвия. Самый старший сын – десятый ребенок Соддеров. В тот год не планировал праздновать Рождество с семьей. Он был в армии, еще не демобилизовался. 24 декабря двухэтажный деревянный дом был полностью готов к празднованию. Вечером того же дня вся семья собралась вокруг радиоприемника, а старшая дочь, Марион, принесла игрушки из магазина и работала, чтобы порадовать младших братьев и сестер. Дом был наполнен детским смехом, ароматом выпечки и атмосферой праздника. Дженни даже разрешила пятерым детям пойти спать чуть позже обычного, чтобы они успели наиграться, но напомнила им об обязанностях. Дети должны были запереть курятник и прокормить скот. Младшие со всеми требованиями согласились, и когда вдоволь наигрались и закончились делами, отправились спать. Около полуночи на первом этаже в кабинете отца раздался звонок. Дженни поднялась с кровати, чтобы взять трубку, но на том конце провода ей никто не ответил. Женщина подумала, что кто-то балуется или просто ошибся номером, поэтому пошла обратно в спальню. По пути она заметила, что старшая дочь уснула на диване. Заигралась, наверное, подумала Дженни, разбудила Марион и отправила ее в свою кровать. Перед уходом с первого этажа женщина обратила внимание, что входная дверь почему-то была не заперта. Она закрыла дом на замок, зашторила окна и пошла спать дальше. Но через час Дженни снова проснулась. Ее разбудил шум на чердаке, где была комната Джона и Джорджа младшего. Женщина решила не вставать, перевернулась на бок, через несколько минут снова провалилась в сон. Час тридцать Дженни проснулась в третий раз, теперь от запаха гари. Она разбудила супруга и побежала к детям, чьи комнаты были рядом. Джордж кричал детям, чтобы они скорее выходили на улицу. Родители постоянно поторапливали ребят, помогая собираться с самым младшим. В какой-то момент Дженни побежала на первый этаж, чтобы вызвать пожарных. Но провод от стационарного телефона был перерезан. Тогда мать отправила старшую дочь к соседям, чтобы та позвонила от них. Пламя с каждой секундой все больше охватывало дом. И было понятно, что на второй этаж подняться уже невозможно. На улице оказались родители и четверо детей. Двухлетняя Сильвия, семнадцатилетняя Марион и два старших сына. Остальные дети, которые просились лечь попозже, остались в доме. Родители были в ужасе. Джордж помчался к лестнице, которая всегда стояла за домом, чтобы залезть через окно. Но ее там не оказалось. Тогда он решил подогнать свои грузовики, чтобы забраться с них на второй этаж. Но и те, как назло, не заводились. Хотя еще днем работали. К этому моменту уже весь дом был охвачен пламенем и зайти в него было невозможно. Все, что могла сделать семья на тот момент, это стоять и смотреть. И надеяться, что пятеро детей смогут выжить. Чудо не случилось. Марион все еще не могла дозвониться до пожарных. Те не брали трубку. Соседу семьи Соддер пришлось ехать на другой конец города, чтобы лично оповестить начальника пожарной службы о случившемся. Тот начал обзванивать каждого помощника, собирая команду. Потом пошел за пожарной машиной. Это заняло достаточно много времени. Как выяснилось позже, спасатели так медленно реагировали, потому что половина сотрудников ушла к семьям на празднование, а оставшиеся были неопытными добровольцами или новичками. Доехали пожарные до дома Соддеров лишь к восьми утра. К тому времени от дома не осталось и следа. А пятеро детей, Петти, Дженни, Морис, Марта и Луис бесследно исчезли. Спустя время на место происшествия приехала полиция и установила, что возгорание произошло из-за неисправности проводки, а пятеро детей скончались от многочисленных ожогов. Но супругам эта версия не понравилась, поскольку останки не были найдены. Они попросили органы власти провести независимую экспертизу, выяснить, какая была температура при пожаре, мог ли огонь полностью уничтожить тела. Супруги Джордж и Дженни не могли перестать прокручивать в голове все детали той страшной ночи. Они стали заострять внимание на воспоминаниях, которые стали казаться им подозрительными. Тогда же и от следствия поступила новая информация. Человеческих останков не нашли. Просеивание пепла тоже не показало никакого намека на органические останки. Да и Джейн уже знала, что для испепеления скелета пожар должен быть намного сильнее. Еще семью Соддер поразила такая деталь. Если возгорание произошло из-за неисправной проводки, почему на первом этаже во время пожара продолжал гореть свет? Та ночь вызвала очень много сомнений. И у родителей появился главный вопрос. А были ли вообще дети в доме, когда начался пожар? Супруги Соддер были одной из самых уважаемых семей среднего класса в городе Фейтвилл. У Джорджа был острый язык. Он всегда смело высказывался о чем-то бизнесе и любил поспорить о политике. Поэтому семья начала задумываться, не мог ли отец перейти кому-то дорогу. Тем более, что на днях к ним в дом приходил мужчина, который очень настойчиво пытался продать им семейную страховку. А когда семья дала категорический отказ, он сказал, ваш проклятый дом сгорит дымом, а ваши дети будут уничтожены. Вам заплатят за грязные замечания, которые вы делаете в адрес Муссолини. Старшие сыновья еще вспомнили, что недавно они видели возле дома подозрительного мужчину, который пристально наблюдал за тем, как дети играют во дворе. А еще семья припомнила незнакомца, который под предлогом поиска работы зашел на участок семьи и начал говорить, что в их доме плохая проводка, которая приведет к пожару. Семья Соддер тогда только что сделала очередной ремонт, поэтому такая информация их немного удивила. Они вызвали несколько инспекций. Эксперты дали заключение, что все в полном порядке. Спустя еще некоторое время водитель автобуса в разговоре с Джорджем случайно обмолвился, что видел, как кто-то в ту ночь кидал на крышу их дома что-то огненное. Он говорил, что это было похоже на горящие шары. А в отеле и закусочной, расположенных в нескольких милях от дома Соддеров, после той ночи видели взрослых с пятью детьми. Правда, описать количество взрослых и как они выглядели, никто не смог. Джордж и Дженни поняли, что с этим делом что-то не так. Они решили взять все в свои руки и самостоятельно провести расследование. Первым делом семья Соддер взяла куриные кости и кинула их в горящее пламя. Они поддерживали огонь ровно столько, сколько горел их дом. Эксперимент показал, что кости остались целы, а значит и останки детей должны были обнаружить. Потом Дженни начала искать в прессе и книгах похожие истории пожаров, которые тоже подтверждали, что и при более сильном пламени останки должны были уцелеть. Собрав для себя несколько доказательств того, что если дети во время пожара находились в доме, то они должны были выжить, Соддеры пошли в полицию. Они требовали возбуждения нового дела, но органам власти их аргументации было недостаточно, поэтому и в дальнейшем расследовании было отказано. Тогда Джордж и Дженни установили возле своего дома рукописный баннер. Они распечатали фотографии пропавших детей, подписали их и заявили, что знают их дети живы. Кто вернет их в целости и сохранности, получит 10 тысяч долларов. Но семье никто не ответил. Тогда супруги обратились к частному детективу. Тот обнаружил еще одну подозрительную деталь. Агрессивный мужчина, пытавшийся продать семье страховку, был коронером, который списал пожар на проводку. Детектив также услышал разговор начальника пожарной службы, который рассказывал товарищу, что нашел во время пожара сердце, забрал его и закопал. Когда детектив потребовал указать место захоронения и провести экспертизу, результат показал, что это была коровья печень. Супруги Соддер еще долго не могли отпустить ситуацию. Их родительские сердца разрывались от трагедии. Они десятки лет узнавали своих детей в вырезках газет, ездили в другие части страны, чтобы отыскать тех людей с фотографией. Они отвечали на все письма и хватались за каждую зацепку. Семья Соддер ездила в Сент-Луис, когда им написали, что одну из дочерей видели там в монастыре. Они ездили в Техас, где кто-то видел пьяного молодого человека, который утверждал, что он Луис Соддер. Но на каждом пороге им либо просто не открывали дверь, либо признавали, что это шутка. Через 23 года после той злочатной ночи семье Соддер пришло очередное письмо. В нем лежала черно-белая фотография, юноша и подпись. Луис Соддер. Я люблю брата Фрэнки. Супруги видели прямое сходство с их повзрослевшим мальчиком. Приподнятая левая бровь, вьющиеся волосы, темные глаза. Вот только обратного адреса не было. Публиковать письмо в местных СМИ семья не хотела, боялась навредить цену. Тогда они снова наняли детектива, который по марке вычислил, что письмо было отправлено из Кентуки. Но разыскать отправителя или подтвердить личность молодого человека с фотографией им так и не удалось. Родители повесили новое черно-белое фото на тот самый баннер во дворе. Он продолжал висеть все 23 года и продолжили ждать и надеяться. Джордж скончался в том же году, когда семья получила фотографию. Дженни прожила еще 21 год. Все это время она носила только черную одежду и продолжала розыск. Из детей на сегодняшний день жива только младшая девочка из семьи Соддер. Сильвия, ей 77 лет. Она и внуки Соддеров до сих пор продолжают поиски Бетти, Дженни, Морриса, Марты и Луиса. Они уверены, что в тот день детей похитили. Несколько раз в месяц они проверяют сайты с информацией о пропавших и найденных людях. Глядываются в лица и общаются с детективами, которые в личных интересах занимаются этим делом. Но пока зацепок нет. Спустя 75 лет никто не знает, что случилось с Моррисом, Мартой, Луи, Дженни и Бетти Соддер в рождественскую ночь 1945 года.